Девушки отдыхают Мы брали будущее, лекарства, дорогу к раю Вивиру Наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях Вивиру Чудо, которое вернет нам рай Но за рай приходится платить Нашим врагам этого никогда не понять Я обязан делать не то, что легко А то, что правильно Поэтому я принял решение Что нужно продлить райский призыв Яранцы со всего острова Будут отобраны, чтобы выращивать Вивиру И спасти нашу страну Этих счастливчиков выберут с помощью шеребьевки Одним из них может стать даже мой сын Диего Эй, Даник Как истинный яранец Выруби эту хрень О, с улыбкой Присисоменте Этого Кастильо и надо Хватит политики, Лита Думаешь, призыв только для истинных яранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас Кастильо воскресил стране рабство Теперь это реальность Стоп, стоп Ты нас бросила Сбежала в джунгли к этим повстанцам В Либертад Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии Это же наша последняя встреча Дани Скажи уже что-нибудь Вы меня ошибка Дани, ты нужен Либертад Ты учился Тебе светила карьера в армии Жаль, что ты бестолочь Давай с нами, Лита Ты никогда не слушаешь, Дани Эй, пора валить Корабль ждет Выпьем в Мексике А потом в Майами Конью Свет рубануло Нет, все серьезнее Это что, блин, ствол? Эй Что происходит? Пить так можно Прежим, если нужно прибыть на службу Вы поможете возвратить рай Ну вот, черт Нихера себе! Призывники должны прибыть на службу Вы поможете возвратить рай Уходим, все вместе Олега, нет! Призывники должны прибыть на службу Дани Уходим Быстро Кладки Вместе Обещай мне, Лита Си Идем, Дани Не отставай, Лита Надо добраться до корабля Ясно Вы поможете возвратить рай Когда будем в Майами Мы попрощаемся с Олегом Обещаю Призывники должны прибыть на службу Вы поможете возвратить Это эффективно Гоню Приднись Черт Принято Туда Транкило Прием Я же говорю Там никого нет Надо было явиться на сбор Рохас Кто нам следующий откроет Тот и Дани Рохас Пойдем ФНД Выходите Сюда Ладно, ладно Я не сопротивляюсь Видите? Эй Что за херня? У меня есть семья Нет Не стреляйте Не надо Знаем, что ты там, Рохас Хуже будет Давай Давай двигать отсюда Они нас увидят Тут дофига солдат, Лита Значит, канализацию Готовься Вперед Давай внутрь Да куда ты меня ведешь? Это ход повстанцев революции 67-го Узнаешь метки? Да С детства помню Думал Капец, вот это жесть Еще не все Я отправил людей Канализацию Город В отцеплении Дел Вот срань Они пошли туда! Что за хрен Они там! Столько крови Костей ее никому не щадит, Даня Почти пришли Впереди выход наружу Хорошо Корабль нас ждать не станет Черт Тупик Предатели! Лже-яранцы! Я вижу вас, сволочи! Солдаты! Там лже-яранцы! Там лже-яранцы! Не отставай, Лита Лит Скорей, скорей! Лита Брос! Как в лакере для новобранцев Если вас не призвали Оставайтесь дома В аспиранце Введено военное Вот срань! Дани Ты в порядке? Да! А! Ко мне в квартиру вломился террорист! Простите, простите! Нам не нужны Уже ухожу Черт, Лита Где же ты? Я тебя не расслышу Мотор отелью Сразу замок гостей Ой, Дани Я здесь Еще один вопрос Блин Куда смотрит полиция? Им плевать, что военные нас убивают Это и есть полиция, Дани Ла ночи до ла муэрте Корабль там Бежим Черт Давай, Лита Мы почти на месте Прошу, возьмите меня с собой Пожалуйста Нам нужно уплыть Абуэлла Ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас Ай, мемьерда Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани Где Олеху? Он отказался от билета Отдал семье Брехня Олеху сирота Олеху уже никуда не поплывет Ну же, Марко Пропусти их На мост Молодец Эй, какого черта? Пустите нас Грасьес Да не за что, Чамако Вот Все, что у меня есть Но так нельзя, Дани Нам нужно сражаться А не бежать к Янке Олеху сделал тебе подарок, Лита Мы выживем Как в приюте Как в академии Что это? Простой, нет Это рыбак Нет, нет Нет, нет Олеху Жмите До того, как стать Эль Президентом, ми папа рыбачил. На суденушке типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Миха. Но наша цель — испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить их. Больной тирану! Ты отравил яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Миха. Пора возвращаться домой. Я устала от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают вивира. Правда? Или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего тринадцать. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Что вообще произошло? Только она. Памус! Памус! Дани! Памус! АПЛОДИСМЕНТЫ Лита! Я ног не чувствую. Чёрт, Лита, это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать её. Что? Они здесь. Клара. Либертад. Хулио. Чёрт, Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит, Лита. Я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везёт, Даня. И сейчас повезло. Асья, Антонит. Хватит. Тебе. Хватит. Я произведу. Я. Хватит. Я. Хватит. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Повстанцам нелегко живется. Давненько я не пользовался кошкой. Лара не любит гостей. Ты же не выстреляшь мне в затылок? Я Дани. Мы слитые друзья. Силенсио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Another victory over the bunch of rookies is not a reason to consider yourself the best racer around, if you ask me. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выжил только ты? Отвечай. Отвечай. Выжил только ты один? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это всё, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моём лагере. Я переждусь здесь пару дней. Либертад не приют, Эрмана. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Камомьерно. Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани. Твои родители мертвы из-за Кастилья. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасёт. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастилья. Всё просто. Ну да. У Кастилья всего 300 тысяч солдат. У тебя шесть потрёпанных вояк и ещё пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастилья предупредили. Из шестидесяти бойцов осталось шесть. Вам нужно вернуться на базу. Да. Но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдём, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы. И знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видел. Они появились в шестьдесят седьмом благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населённые пункты и достопримечательности Яры. Ты разберёшься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказал тоже. Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывёшь к своим янке. Но взамен придётся стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готов платить. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать либертат из ничего. Кортес был шпионом ещё до прихода Кастильо к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечений на ЦРУ и Моссад. Хуан мой учитель. А ещё конченый псих и пьяница. Когда всё пошло наперекосяк, он щёл это личным поражением и ушёл из лагеря. Сальдада с Кастильо мечтают сцапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен либертат Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенький. Он собрал для нас несколько гарнитур. Возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Ты позволишь этому Сингалу остаться? А в чём дело, Хулио? Дело в том, Клара, что у нас тут не богадельня. Дани будет здесь, пока помогает нам. Это не подачка, а взаимовыгодный обмен. Но ты его даже не знаешь. Глупо отказываться от помощи. Нам нужны бойцы. Вот и всё. По-твоему, этот пацан боец? Скоро мы это выясним. Дани, как связь? Ты меня слышишь? Приём. Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Сы, я учту. Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте. Мы ищем человека по имени Хуан Картэ. Впервые слышим. А как он выглядит? Это жилой мужчина. Носит сляпу, обивает катастрофу. Документы. У меня их с собой нет, сеньора. Вот как? Это серьёзное преступление. Простите. Наверное, оставила дома. Мне придётся доложить об этом. Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии. Кирате, Чечне. Оставь бутылку. Зачем бегать? Да надо. Так, Гуапо. Правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдётся новая война и бар. С уродливым барменом. Хуан Кортэс? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарка, Буэлла. Клара меня прислала. Си. Я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чём ты говоришь? О твоём взгляде. Ты убедишь себя. В том, что всё не напрасно. А потом поймёшь, что подсел, как Хуан Кортэс. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Понял. Полопи меня. Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься Гуапо. А я испортил хорошую книгу. Кажется, мы здесь как-то загостились. Кажется. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ладно, давай-ка вали, пока сюда не сбежалась вся эта их сраная армия. Я пьян, но не до такой степени. Я за тобой, старик. Гуаппу хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Вамос! Ладно, надо сваливать отсюда. Гуаппу хороший. У тебя внимание слабее, чем у кота под коксом. Вамонос! Видно, что не впервые пушку держишь. Как тебя зовут? Дани. Флара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порно-звезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтрак. А Хуан Кортес разбивает страх. Подожди. Новый план, Дани. Вамонос! По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? Видишь, Дэм? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровал? Порох и клей Супремо. Это как сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу девять, используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты со мной, Гуапо. С оружием я или нет, военные меня пристрелят. Думаю, это пригодится. Еще хлам плеху она. Да, как-то лучше. Я нашел твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Наш Вивирус современный чужой. Лекарство, которое дарит традиционное приметенство, страдает от рака. Но Вивирус не только дарит, а и дарит... Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило восьмое. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пытался уплыть с беженцами, но без толку. Да, да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жил в приюте в Асперансе, потом служил в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило двадцатое. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Хе-хе-хе. Ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта — лист для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Конер. Если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да. Пока точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили. А починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает. Но это временно. Потерпи, Дань. Сейчас Хуан Картес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгои, рабыни на службе его рая. И таких много, Дани. Пора научить тебя резольвить, Дани. В шесть лет я поставил на велик мотор отцепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то резольвить. А я не о том. Для повстанца Ресольвити это не просто выживать. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Продолжай. Черт. Процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую яру. Дани, у меня на тебя большие планы. Но сначала принеси мне кое-что. И что же мне нужно принести, Хуан? Спросишь ты. Скажу лишь одно. Не надо с этим говорить, есть его или пихать в штаны. Но, Хуан, спросишь ты, где мне это искать? Отправляйся к радиовышке, оттуда на север. Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Могу отметить на карте. Там моя связная все объяснит. И еще. Если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащил меня со дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спас мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже. Не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. Постарайся не словить пулю. Лапочка. Черт, вверху мне ездил еще с курса молодого бойца. Хуан, я нашел башню. Теперь ищи ход повстанцев. Он приведет к моему связному. Сы, выдвигайся. Вперед. Да, жди беды. Воу! Меня зовут Райса. И сегодня я помогу тебе обокрасть Кастильо. Расскажешь, что именно я буду красть? Обедненный уран. Прости, мне показалось, ты сказала уран. Не показалось. Слушай, чтобы найти эту хрень для Хуана, я пожертвовала последними связями в армии. Ты служила? А кто не служил? Ладно. Скажи мне, где искать. Сперва возьми парашют. Уж поверь, пригодится. Я отведу тебя в старый испанский форт. Там хранят то, что тебе нужно. Призывник или доброволец? Призывник. Меня выбрали, пришлось отслужить. А ты? Доброволец. Я хотела одного, быть солдатом. Носить форму, служить своей стране, все дела. Но оказалось, что Кастильо нужны только фашисты, которые будут смотреть ему в рот. И ты его предала? Угу. И не только я. На сторожевой башне несет дозор солдат. Он даст нам на нее подняться, и мы сможем осмотреть форт. Еще этот тип сливает инфу. А чего он хочет? Во-первых, выжить. Так что держи оружие в кобуре, или он начнет стрелять. Во-вторых, за небольшую сумму он подкинет нам разведданные. Ясно. Убрать пушку, достать Песу. Вот и он. Надеюсь, у тебя найдутся Песу. Есть новости? Проверь вот это место. Там можно найти кое-какое оружие. Спасибо. Ага. Я не знаю, что вы с Райсой затеяли. И не хочу это видеть. У всех есть своя цена. Не все солдаты фанатики. Кто-то просто хочет прокормить семью. Только не забывай убирать оружие, когда подходишь к ним. Воспользуйся телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Привет. А вот и местный командир. У Альвареса ключ от оружейной. Осторожно, Дани. У него выше ранг, а значит лучше подготовка. Этот быстрее жмет на курок. И вообще, живучий засранец. Этот форт самая защищенная база на острове. Солдатам выдали броню и шлемы. Но бронебойным патронам это по силам. Изготовь на верстаке, если их у тебя нет. А потом стащи этот уран. Тут может пригодиться парашют, что я тебе дала. Только прямо посреди форта не приземляйся. Покажи, кто умеет, Камазинга. Покажи, кто умеет. Дани, сейчас вернутся их патрули. То есть, я думаю, что было не все? Бежи смирно. Ах, дерьмо! А вот и оружейная. Ах, дерьмо! Я нашел ключ к оружейной. Вот и уран. Достал я твой долбанный уран. Тогда возвращайся сюда. В следующий раз я... Куан! Куан! Я, как ваш президент, обеспечиваю наших солдат лучшим оружием и гарантирую им лучшее обучение. Все ради вашей защиты. Поклявшись вверх из дневня, начинаю позже с нашей форминической. Когда вы видите солдаты ярко... Дани, ну что, уран у тебя? Пси. И хотелось бы узнать, что Хуан будет с ним делать. Я знаю, Хуана. Тебя ждет кошмарный сюрприз. Увидимся в лагере. Эй, Хуан! Ха-ха! Вот что нам поможет, Дани! Обедненный уран. Восьмидесятый совет оставили нам гору этих отходов. Янки делают из него танковую броню и пули. Хе-хе, психи. Звучит опасно. Ты будешь прямо супергерой, Дани? Помню, мы слитые тайно проносили такие в приют. Помогает коротать время, пока лежишь в грязи, ждешь конвой. Повстанцам всегда нужно вдохновение. Ага. А это что за хрень? Это... Это Супрэмо. Очень похоже на РПГ. Си, но непростой. И это не все. Вот прошу, Тостадор, дополняй друг друга как пламя и ярость. Мне нравится ход твоих мыслей. Мне тоже. Поговори с Кларой. Пора найти Супрэмо какое-то применение. Ты и без меня знаешь, что Вивира — опора режима Кастильо. Он построил лагеря для производства препарата по всей Яре. Изгоев сгоняют на плантации, как рабов. Они выращивают табак, из которого делают Вивиру. Это наш народ, Дани. Людей избивают, пытают, поливают отравой. Мы высадились на этом острове, чтобы уничтожить один из таких лагерей. Но ничего не вышло. Пора закончить начатое. Тебя уже ждет Хулио. Он у Амбара. Уничтожь лагерь. Суэрте. Ола, Дани. Мой Биэн. Пришло время испытать Супрэмо в деле. Если Сальдадос будут слишком прессовать, сразу врубай. Еще один небольшой момент. Ну-ка. Супрэмо пока что на стадии прототипа. Ему нужно остыть после использования. Иначе он рванет, и тебе конец. А ты не мог предупредить меня заранее? Просто дай Супрэмо в волю напиться вражеской крови. Что? Ты поймешь, Дани. Ты все поймешь. О, явился. Слушай, не буду врать. Я хотел сделать все в одиночку. Но Клара приказала мне дождаться тебя. Мне не нужна помощь. Да мне срать. Лите тоже не нужна была помощь. Но здесь должна быть она, а пришел ты. А я должен быть в Майами. Но моих лучших друзей убили, и теперь я торчу тут с тобой. Ну что, мир? Кончай болтать. Шаг первый. Мы уничтожаем табак. Шаг второй. Отраву тоже уничтожаем. Шаг третий. Сваливаем в Освояси, а Кастильо наслаждается приветом от Либертад. Ясно. Бери снаряду. Она защитит тебя от огня. Это отравы. Это даже важнее. Подходящая защита сохранит тебе жизнь в любой ситуации. Да, да. Используй подходящие средства. Часто это слышу. Послушай, Кулио. Лита была мне почти сестра. Нечего ей было делать на борту. Она умерла из-за тебя. Нет. Лита убил Антон Кастильо. Если бы это зависело от меня, я бы погиб вместо нее. Лита была такой, каким мне никогда не стать. Если она любила тебя, мне это о многом говорит. Хватит. Слушай, если мы идем до конца, то тебе лучше знать об отраве. Ты про дрянь, которую они льют на листья? Называется PG-240. Но для нас просто отрава, потому что от нее хреново. Не вдыхай ее и не давай попасть на кожу. Люди от нее сходят с ума и заболевают. Очень тяжело болеют. А те, кто выживает, умирают потом от рака. Конью. Служил, значит? Снайпер? Или по ближнему бою? Чем занимался? Пушками. Они меня слушаются. В общем, смекай. То, что я тебе дал, неплохо защищает от огня и яда. Но повстанцам нужно снаряжение, подходящее к их стилю боя. Или их перебьет. Давай, осмотрим все отсюда. Даю, даю. Посмотрим, что тут у нас. До чего ты ждешь? Надевай снаряжение. Сюда. Далее. Видишь, вивернутый табак и желтые баки с ядом? Си. Пробей в них дыры, чтобы выпустить яд. Интересный факт. Отрава и огонь – адская смесь. Бабахнет, что надо. С распылителями так же. Их не просто угробить, но огонь справится. У тебя есть огнемет. Есть супрема. Пора, наконец, прикрыть эту сраную лавочку. Знаешь, у нас слитый был ритуал. Чтобы настроиться перед боем. Песня. Какая? Эль мовимьенто. До либертад. Бэлла чау, бэлла чау. Бэлла чау, чау, чау. Залиту. Залиту. Устроим тут бардак, Дани. Бэлла. Бэлла. Зажжем это мерзкое место, херал. Эй, помните отсюда! Бэлла. Придим вас, прячься. Соль гадься. Это стиральность, как варка. Само-то. Ох! Прошу к выру. Это девушка! Лови! Не молода! Не пинга! Дани, все готово. Я жду тебя в вышке. Я скоро. Сжечь все огнеметом? Какое-то знакомое чувство. Да, ты можешь за себя... Что? Ага, да, ты можешь за себя постоять. Ну, я же вроде как тебе говорил. Нужно уходить. Такое световое шоу, весь этот дым точно заметили. Мы отлично сработались. Си, если ты был добр к Лите, значит ты был добр и ко мне. Грася, здание. Встретимся в лагере. А, Клара. Надеюсь, ты видишь этот столб дыма. Ты нанес Кастилью ощутимый удар. Хулио не слишком тебя донимал? Ему трудно, но ничего. Лите бы это все понравилось. Дани, можешь кое с кем встретиться? Его зовут Бенита. Он рыбак и может предоставить либертат лодке. Живет на восточной стороне бухты Кассос. Люблю заводить новых друзей. Твой талант строит для нас мосты, Дани. Бенита нам нужен. Поговори с ним. Кто такое чудо? Дай угадаю. Клара Гарсия и тебя в это втянула? Даже мы, рыбаки, повелись на эту повстанческую чушь. Она убедила нас помочь и высадиться на Сантуарио. Я потерял пятерых. И теперь она снова просит лодки и людей. Я теперь больше пират, чем рыбак. И все из-за блокады. Когда мы не ловим рыбу, тайком провозим людей и контрабанду. Но Эль Просиденте сжимает кулак. Росарио, новой команданте, перекрыло доступ к топливу. Ее люди убивают всех, кто подходит слишком близко. Кларе нужна помощь. Захватите заправочную станцию. Убейте Росарио. Тогда и поговорим. Цуэрта Компай. Знаешь, Дани, лучше обычного повстанца только повстанец с крутой тачкой. Мне угнать какую-нибудь? Я с детства этим занимаюсь. Ты теперь большая шишка. Если нужна будет машина, просто позвони. Мой друг подгонит ее тебе. Грациас, Хуан. Но у тебя ведь нет друзей. Да не заткнись и вызови машину. Нужен транспорт. Твой транспорт. Как новенький. Грациас. Хуан, тачка отличная. Это не просто тачка, Дани. Это бомонд Валентина 1956 года. Произведение искусства, прям как я. Только у меня нет приваренного к раме тарана, которым можно херачить всех, кто встал у тебя на пути. Да уж таких как-то нигде не найдешь. Ага, вперед! Размаш проклятых фашистов! Дани, я слышал, что ты будешь пенито с одной проблемкой. Ага. Собираюсь заглянуть к его подруге Росарио. Гляди в оба. Едва ли она будет одна. Прежде чем начинать стрелять, осмотрись. Правило девять. Для любой работы нужен подходящий инструмент. Правило десять. Заткнись. Ты взрослый и можешь принимать решение сам. Расправь крылья и лети, пташка! Кто это? Снайпер. Вот это ты. Разобьешься! 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 Получи... На! Наверни! Где ты прячешься? Включую сигналку! Переподал! Должно быть, это Росарио. Я вижу его! Вижу его! Не щадить! Разобьешься! Да! Не фустры! Там люстик! Там я уйдай! Разобьешься! Дружая, давай! Думаю, Росарио конец. Адьос, ты сучка. Ганитва, Росарио ты больше не увидишь. А ты опаснее, чем кажешься, Даня. Дела идут на лад, но расслабляться рано. Теперь займись заправочной станцией. Даня, где ты? На пути к хранилищу топлива. Бенито попросил отбить его у армии. Там сейчас база F&D. У них теперь базы по всей Яре. Если мы хотим свободы, нужно ослабить хватку военных. Сделаю, что смогу, Клара. Клара, я у хранилища. Либерта однуждается в топливном, поэтому просто зачистить сад и захватить хранилище мало. Бензин должен стать нашим. Действуй осторожно. Заберись повыше и с помощью телефона отметь все камеры и сигналки. Ага. Частность, уважение, сострадание. Нужно крутануть клапан. Даня, я вижу солдата с трудороги. Они уже рядом с тобой. Даня, к тебе движутся солдаты. Даня, к тебе движутся солдаты. Даня, к тебе движутся солдаты. Все, Бенидо. Росари умер два, а у нас теперь есть топливо. Сей, карахо. Знаешь, Кларе я не особо-то верю. Но в тебе не сомневался, Михо. Мне ли не знать, как важно всегда помогать своим? Скажи Кларе, что я скоро буду. Она получит лодки и нашу поддержку. Грасси здание. Клара, Бенито согласен помочь. Он уже отправился к тебе. Чёрт, да, не грасис. Теперь жми в лагерь. Пора нам валить с этого острова. Не забудь наш уговор. Я сделал всё, что должен был. Так что вези меня в Майами. Я слово держу. Но не хочешь сперва войти в историю? Уничтожить корабли Антона? Но мы рыбаки, чёрт возьми. Тогда снова брось нас умирать, компай. Блин, ты что делаешь? Вот, опробуй. Какой план? Пусть Антон увидит нас из столицы? Да. Ну, так и будет. Люди Антона будут здесь минут через двадцать. Так что ноги в руки. Бегом. Бегите! Ну! Правила повстанцев. Хуан Кортес. Победу одерживает не тот, кто не боится. А тот кого бояться? Чего боится Кастильо? Свободы слова, свободы для изгоев и Яры свободны от него. Но если вы не готовы, умереть за свободу ему нечего бояться. Никогда у нас будет больше людей и оружия. А сейчас и сегодня я потоплю корабли Кастильо. Я не бесстрашна. Но обещаю вам. Я стану той, кого боятся. Слава, Либертад! Слава, Либертад! Слава, Либертад! Пора домой, повстанцы. Она знает, что делает? Неважно. Она знает, что нам нужно. Ну, повстанец, я полетел. Дани, как слышишь? Ну что, вертолет готов к полету? Си, но небо над военными судами Кастильо простреливается с зениткой. Не тормози. Нет больше той зенитки. Ого, Дани! Ты говоришь почти как настоящий повстанец. Дани, я хочу кое-что тебе сказать. Речь была потрясная. Слушай меня. Чем бы все не кончилось, я хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала для Либертад и для меня. Поблагодаришь, когда прорвемся через блокаду. Увидимся, как все закончится, Дани. Я заберу тачку. Глосьенто. Да ты что, блин? Бежим! Клара, я у кораблей Кастильо. Мой бьен, Дани. Ты поднимешься на борт и будешь отвечать за штурм. Хулио, а ты где? Я на маяке. Сижу весь такой красивый, с РПГ и отличным видом на корабли. Райса, как у тебя все? Я на башне. Винтовка заряжена, прицел наведен. Хуан. Пристегните ремни. Крылатый Хуан рыщет в небе и ищет добычу. Помните, разберемся с кораблями. Откроем путь на наш остров. У нас одна попытка Либертад. Желаю всем удачи. Дани, используй камеру, чтобы понять, какая на кораблях защита. Не зная Броду. Будь Лита с нами, она бы улыбалась. И была бы на полпути к кораблям. Если бы Лита была здесь, я бы ей вломил за то, что она нас не познакомила. Удачи, Хулио. Сигналка. 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 Лара, я на борту. Отлично, Дани. Разберись с кораблями и не стесняйся использовать их орудия против них самих. Турели у них хороши. От меня не спрячься. Вон, быстрее! Пошел! Дани, спрячься. Я поджарю этих говнюков. Давай, Хулио. Слышим, поможем. Двигай дальше. Слышим, поможем. Слышим, поможем. Акфектное появление охота. Граната! Дани, что происходит? Патрульные суда, близко! Я немного занят, Клара. Не сдавайся. Мы скоро добьем их. Один есть. Враг в воде. Жаль, что Лита сейчас не с нами, Дани. Твоя меткость ужаснула бы ее. Ха-ха, иди к черту, Дани. Клара, дело сделано. Пора валить отсюда. Без тебя мы бы не справились, Дани. Еще не все. Я задержусь, чтобы заложить взрывчатку и убедиться, что кораблем каюк. Мейкни, когда закончишь. Заметано. Дани, я сейчас тебя подберу. Да, вот и Клара. Слава, Либерта, отдай мне. Ну и фейерверк. Вынужден признать, Клара, что у тебя получилось. Только не у меня, а у нас-то. Чем ты хочешь заняться в Америке? Мы с моим другом Олеха думали работать там, куда возьмут, пока не сможем открыть свой автосервис. За время блокады мы научились чинить что угодно при помощи говна и палок. И все? Что ж, Янки разрешат тебе парковать машины и собирать фрукты, но одним из них тебе не стать. Американская мечта для людей посветлее. Раз мы засираем чужие мечты, что ты сделаешь, если победишь, президент Гарсия? Следующий президент протянет полгода, потом его убьют. Эм, в смысле? Это так. Разве свободные выборы не решат эту проблему? Как же твой список? Послушай, Дани, я не так наивна, как ты думаешь. Эта революция освободит Яру, но не исправит. Когда мы захватим столицу, Яра вспыхнет. Все возможно. Гражданская война, перевороты, военная хунта. Яранцы еще долго будут убивать друг друга. Ага. На мой век борьбы точно хватит. Мы ходим по кругу. Тирания, революция, опять тирания. Я хочу найти для нас выход. Значит, это не просто мечта. Это судьба. С чего ты так решил? Кто сам это выберет? Дани, каждый, кто идет за мной, кто вступает в Либертад, делает этот выбор сам. Но если честно, я прямо вижу, как ты раскладываешь товар по полкам в огромном супермаркете. Ха-ха. Отвали. Нет-нет. Там такая милая униформа, переднички, таблички с именами. Тебе бы пошло. Ах, пожалуйста, фантазируй молча, Клара. Мои любимые повстанцы. Давно меня не было. Устроим праздник. Мне так жаль, хэпэ. В чем дело? Хулио не явился. Либертад перебьют всех истинных иранцев. Трайдорос криминалис! Пута. Михон, порой отличить истинного иранца от лже-иранца может быть трудно. Но, возможно, истинный иранец знает, что выжить поможет лишь верность стране. Нечестность, нелюбовь, даже не семья. Лишь верность идеалу, который выше его самого. Комомерда. Лже-иранцы – изгои по натуре. Они эгоистичны, беспокойны, лживы, как дикие псы. Но их можно обучить, заставить послужить раю. А тех, кто упорно сопротивляется, как, например, Хулио, как Лара Гарсия, как Либертад, их нужно усыпить. Папа, я все понял. Ну? Усыпи, Хулио. На пути к Раю много трудностей, Михо, я знаю. Ты доведешь наше дело до конца. И тогда... Все будет позади. Я... Я иду, Лита. Ладно. Значит, смотри дальше. Мы нашли Хулио. Он мертв, они слиты оба на том свете. Я держу слово, Дани. Нужна была лодка, вот она. Настоящий кусок дерьма. Но до пляжа Янки дотянет. Того, где голые толстушки. Так просто меня отпустите? Не верю. Ты давно мог всех нас сдать. И ты хороший боец. Я не могу обещать тебе победу и что ты выживешь. Но я скажу одно. Тебе везет. Часто срабатывает. Когда как. Вернешься на Сантуарио. Поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян. Используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что, освободим Яру? Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем эсперанцу, отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и БАС-ФНД. Но важнее всего окружить эсперанцу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные. В Элесты не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Макке Индастриз. Конвои с отравой Кастильо в этом регионе обороняет Адмирал Бенитос. Но с помощью Легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре. Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валья Деора. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которую управляет министр культуры Мария Маркеса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду. Максимас Матансас. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертад. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства Вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Фили Барсага. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство Вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертад против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам? Как? Просто. Помогай им. Всем, чем сможешь. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой. Канетели. Либертад возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его кровью и все такое. Да, не надо размяться. Слава, Либертад, хефа. Да, да. Сильнейший воин Клары, это ты. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуар. Клару выдает манера речи. Она ведь из богатой семьи, семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ну что, ты напомнишь повстанцам, что нужно заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си, а ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Яру? Еще бы. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец. А для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущей ноздри. Это... Весело. Не бойся. Я никому не скажу. Дани, послушай, Хуана. Будешь убивать солдат, Кастилью отправят за тобой спецназовцев. Знаешь, почему их так называют? Из-за подготовки и вооружения. Все бы тебе поумничать. Да. Берегись. Клара, а напомни, кого мы ищем в Мадругаде? Карлоса Монтера. Это предводитель группы фермеров, которые хотят отнять у армии свою землю. Но с тобой он встречаться не станет. Почему? Он, скажем так, человек старой закалки. Не любит чужаков и доверяет только своей семье. Класс. Не бойся. Тебе поможет Филли. С ним все получится. Он в мастерской у взлетной полосы Мартинес. Ах, как у вас все сложно. С важными вещами всегда так. Смерт, Дани. Она тебя слушается? Ое, повстанец. Говорят, Монтеру хрен найдешь. Хороший герой. Нужно узнать, где их искать. Обратись к Филли. Он поможет. Ты Филли? Я Дани. Нет, 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 нет. Филли тут нет. Ого, ну и рюкзак. А где он сейчас? Сервеза. Кто тут главный? Всему можно дать новую жизнь. Подойди на секунду. Да, вот сюда. Нажми на нее и держи. Аварийная кнопка. Отпустишь и... Ну, зачем ты тут? Я от Клары из Либертад. Она не предупредила. Клара, Либертад. Громкими словами бросаешься. Но тут нет, Клары. Только ты. Зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Чтобы спасти семью? Детей? Нет. Тогда чего же ты хочешь? Хочу убрать палец с кнопки. И узнать, кто поможет свергнуть Кастильо. Окей. Выдохни. Значит, ты герой Клары? Я не герой. Ты че, Риза, сработало! Да! Магия Филли, детка. Хочешь помочь Либертад? Тебе нужен Карлос Монтера. Наша опора. Его семья спасет Яру. Класс. Идем к нему. Нет, 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 нет. Сперва ты должен понравиться Филли. Затем понравиться малышке Монтера. Малышке Монтера? Си. Териза, давай пошли. Господи его дочке. Я слышал, она ушла к плантации изгоя, к востоку отсюда. Понравишься ей, ты в деле. Удачи в поисках. Она та еще. Та еще Фьера. О-о-о, я хочу повозиться с твоим крутым рюкзаком. Нет. Ладно, осторожнее, с отравой. Вот юморист хренов. Филипп. Сигары, белые костюмы, вечеринки. Только еще пушек гора. Ну, плантация. Все вам городским объяснять надо. Старый дом. На круг табак растет. Эспада засекла лейтенанта, так что, наверное, она уже внутри. Кого она ищет? Нам без понятия. Мандера болтать не любит. Знаешь, советую тебе взять с них пример. Привет, Клара. Удалось связаться с Карлосом Мандера? Пока нет. Похоже, мне придется сперва найти его дочь. А, Камил, сделай все, что потребуется. Чтобы отвоевать Запад, нам понадобится поддержка фермеров. Что ж, я уже в пути. Перезвоню после встречи с Карлосом. Все будет хорошо, Даня. Ты ему понравишься. Поню. Эта испада шутить не любит. Наши доблестные солдаты поклялись защищать вас. Защищать наш край. И они готовы уничтожить этих террористов. Вырезать, как раковую хлопот. Черт. Еще один труп. Меч. Ее клинком надо назвать. Инга. Ничего себе. Все ведь истин не разу по силу осуществить мою цель. Возродить рак. Фантастику. Скажите, сегодня президент, как тесно Вивира связан с Ярой? Что за херня там происходит? Стой! Нет! Ты кто, блин, такой? Дани, из Либертад. Ты малышка Монтера? Малышка Монтера? Хренов Филли. Мне нужен твой отец. Клара хочет заключить сделку. Плевать, мы хотели на Клару. Ты работаешь на Клару? Ты дочь Карлоса Монтера? Прошу, пощади. Ну, где твой лейтенант? Обещай, что пощадишь. Каю Белериал! Каю Белериал! Вечный остров, Хосе. Все узнала? Нет. Но мне хватит. А он? А он скажет своему боссу, Хосе Кастильо, что я перебью всех его лейтенантов. Ради смеха. Затем я освобожу всех изгоев, выращивающих табак. Ради мести. И, наконец, он скажет Хосе, что я перережу ему глотку. Это за меня. Это все надо записать. Просто скажи ему, что здесь была меч. А своим друзьям, что они попали? Ну что, к отцу? Вамос! Надо будет взять лошадей. Окей. ...осуществить мою цель. Возродить... Резонка! Видно, кто-то нашел трупы, что ты оставила. Солдат не атак просто с нас не слезет. Это самая сильная атака. Ясно! Делай грязь! Куда? Куда? Да, тихо не будет. Погнали. Отстали. Сюда. За мной. Веди я за тобой. Ах ты, лапуля. Вперёд! Завязывай, мы спешим! Ары, ары! Так, думаю, мы ушли. Пси, порядок. А ты хорош. Да ты тоже молодец. Где тебя научили так стрелять? В военной академии. Пять лет учёбы. Полезный навык. А ещё я делаю клёвый мохито. Ха-ха. Поверю, когда попробую. Давно не пила ничего, кроме воды из септического бака филе. Давай притворимся, что это метафора. Похоже, из-за Кастилью здесь тяжко живётся. Его племянник Хосе реальный, как и есть. Мы зовём эту пасхуду Наполеоном Эль-Пикенью. Малыш Наполеон? Мило. Прозвище Милый, а человек не очень. Мы, Монтеро, живём здесь уже 200 лет. А теперь тут повсюду трудовые лагеря и страны Вивира. Солдаты Хосе заставляют людей работать, пока те не упадут. По-моему, Ярда забрали даже моего отца, и он слишком долго там пробыл. Из-за яда папа заболел. Что-то не признавилось. И теперь начал собственную революцию. Чтобы остановить Кастилью, тебе понадобится помощь Либертад. Ты не первый, кто мне это говорит. Но папа слишком гордый и доверяет только своей семье. Ты для него либо Монтеро, либо пустое место. Иными словами, у меня нет шанса. Не знаю, есть в тебе что-то. Ты отличаешься от тех, кого обычно присылывают в Ларе. Может, ты ему понравишься? Кто знает. И далеко этот твой лагерь? Близко. Спешишь куда-то? Нет-нет, всё в порядке. Гардио мне не помешает. Что это тут? Добро пожаловать на запад, гирильеру. Меч и герой! Рад, что вы живы. Проблем-то не было. Только они и были. Но тебе повезло, он топ. Что ж, вы вовремя. Эль Кефи готовит еду. Далее, папа. Эль Кефи! Клара Кизенька, Кэмэ! О-о-о-о! Абус-ля-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма! Эль Кефи! Окей. Где была? В разведке. Брехня. Кто это? Меня зовут. Я не тебя спросил! Тише, папа. Это Дани из Либертад. Либертад или нет, мне насрать! Где его повязка? Папа, оглянись. Здесь фермеры, а не бойцы. Что, Чориза взорвёт Наполеона или Пекенью? Эй, эй, слышь, не впутывай Чоризу! Наши люди должны научиться сражаться, Камила. У нас. Потому я и здесь. Ты не похож на повстанца. Больше на туриста. Сдаст нас. Виновато будешь ты, Камила. Он тебе рад. Добро пожаловать, герой. Хватит, Чориза! Оставь на десерт, дружок. Хватит! Эклара, я тут встретился с Монтера. И как всё прошло? Ну, Карлосу на меня плевать, а вот с его дочерью мы поладили. Думаю, она мне поможет. Тебе нужно понять их. Завоевать их доверие. Для начала разберусь, что к чему у них в лагере. Пойду, осмотрюсь. Хорошо, Дани. Береги себя. Хороший вопрос. Блин. Эй! Попробуй найти этого лейтенанта. Один солдат сказал, что он на личном острове Эль-Пикеньо. Возьмём лодку на причале в Синьестре и доплывём до Кая в Илья-Реале. Уберём этого Сенгао, и Хосе придётся несладко. Только никому не рассказывай, ладно? Папе сейчас и так непросто приходится. Встретимся у лодки. Мы слишком рискуем ради одного лейтенанта. Будешь ныть? Отправлю за борт. Классная лодка. Твоя? Нет, краденая. Когда я была мелкой, отец научил меня заводить трактор без ключа. Лодки мало чем отличаются. Эй, вы должны найти Карлосу врача. Хм, удачи. Он кровью кашляет. Нужно лечить. Однажды папа взял меня на рыбалку. Куда-то к югу от Коста-Дель-Мар. Фермер из него классный, а вот рыбак хреновый. Терпения нет, лудить не умеет. Леска всё время застревала на дне. Потом он зацепил себя крючком за губу. Психанул и швырнул в воду динамит. Убил кучу рыбы и заодно продырявил к херам нашу лодку. До берега пришлось плыть пять километров, между прочим. Другие рыбаки хотели подвезти, но отец посылал всех в жопу. И как это связано с болезнью Карлоса? Всё просто, Дани. В тот день, когда Карлос Монтеро примет чью-то помощь, ад замёрзнет. Коньо, как же вы Монтеро упрямы? Я нет, только папа. Ну да, да. Заткнись. Сраный табак. Благодаря ему наш народ должен был разбогатеть. Ну, если верить Антону. Ци, вот так его и выбрали. Да, и многие из нас за него голосовали. Мы верили его обещаниям. Думали, что вернутся старые добрые деньки. Как в сказке. Как же мы, блин, ошибались. И если мы хотим изменений, кто-то должен привести народ в чувства. Объединить людей. Но не отец, это уж точно. Так у Карлоса нет плана? Его план? Никогда никому не рассказывать, что чувствуешь. И никому не доверять. Особенно родной дочери. Просто ждать, что сделает Наполеон Эль Пикеньо, и от этого плясать. Старая закалка. Как директор нашего приюта. Жутко строгий, но если кто ему нравился, за того он всегда стоял горой. С таким подходом нас перепьют. Нельзя просто реагировать на действия Хосе. Нужно пробовать новое. Быть гибкими. Отобрать инициативу этого мелкого ихода Пута и прикончить его. Я согласен. Отлично, Даня. Мьерда. Это мексиканские? Здешний табак испорчен бибиру. Даже куреву нас лишили. Коми мьердес. Черт. Кипасо. Хосе, мать его, Кастильо. Сраный племянник Антона. Ловео и Нолу Крео. Что он делает? Он, эээ, с ним лейтенант, которого мы ищем. Ученый скорее. Ну все, грохнем, Хосе. Нет, нет. Лейтенанта заденешь. Жесть. Эй, посмотри. Ко мне, киса. Мне нужно знать, куда намылился этот ученый. Давай поищем инфу. Лады. Может, дружок у вертолетной площадки поможет. Поздравляю с самой истинной дорогой! Ой, вот срань. Мадра, дедико. Вижу врага. Выдвигаюсь! Стрихой! Вперед! На запад! А! Там! Ладно. Но мы не узнали ничего про ученого. Выходит, у Хосе вилла в северной части острова. Вот так. О, плазировок! Вантам! Враспоза! Время. Время. Время! 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 Без пароля, идиота. Без пароля, посмотрим, что тут. Ко мне, киса. У Эль Пикеньо есть камера пыток, где он мучает изгоев. Она под маяком, к югу отсюда. Каханас, впустишь меня? Ага, а я пока останусь тут, вдруг найду что еще. Суэрто, Дани. Суэрто, Дани. Суэрто, Дани. Суэрто, Дани. Погнали, мира! Вне болезрения! Я ранен! Я сними! Иди, я прикрою! Эй, помоги! Спасибо, Хосе, чудовище! Им не до нас! Деру! Диас, мир! Спасибо! Я боялся, чтобы не увидел твоих путей! Я спал, что он... Эспада. Хосе использовал этот бункер как пыточную. Здесь были изгои, но я их освободил. Энфермо-менталь. И чему я удивляюсь? Молодец, Дани. Я узнала, где работает ученый. Тот Синга, у которого мы видели. Его лаборатория в Рывмире. Встретимся там. Окей. А ты объяснишь, наконец, что происходит? Ты все узнаешь в свое время. Эй, что, звонишь? Тут рецепт блюда для Чуризо. Попробую приготовить. Ладно. А... А... Революция тогда... Что? От дождет? Нет, но Чуризо начал огрызаться с голода. Это не дело. Я ведь нравлюсь собакам. Ну, Чуризо не каждому доверится. Сразу чует, чем пахнет. Ты понимаешь, о чем я. Попомни мои слова, Филипп. Этот маленький парик на меня полюбит. На, галька! Яблочки! Яблочки! когда я наконец узнаю твой большой тайный план уже скоро дань так чем тебе не угодил этот парень этот камемьер да проверяет весь табак для вивиро испоганим табак испоганим за одно и лекарство подносрем наполеону аль пекенью как следует опозорим его перед дядей антоном куча солдат что будем делать убивать пока не найдем его а потом продолжим гасить солдат супер так просто ко мне надо аккуратно покажите никого никого Не существовало бы без нашего первоклассного новога, а также могли с ним и его увесить. Тебе? Эй! Да... Говорит, ваш генерал, жеяранцы и террористов! Назал, боюсь, что не могу и не давать слабиду! Нужно найти всех уже иранцев и террористов и призвать их к ответу. Наш рай не обходим освещительных бойцов. Отвали от меня! Чтоб меня, мерда! Да уж, выглядишь хреново, Эрмониту. Эрмониту? Так мы охотились за твоим братом? А ты еще кто? Почему не сказала? Алехандро, пошли. Пора домой. Бетэпаль, карахо. Алеханду. Суль? Ёд! Паса! Кей золк, это паса! Сулька! Какого хрена? Я никуда не пойду. Я уже говорил тебе и скажу еще раз, я верю в Кастильо. Я верю в Вивира и Хосе. Он проницательный. Наполеон Эль Пекеньо эксплуататор и гребаный псих. А сама похитить меня хочет. Ты сменил имя. Надел другую форму, но ты по-прежнему Монтеро. А у папы все еще шило в жопе. И ты носишься под джунглем, как в детстве. Убиваешь людей и зовешь себя как там? Пика? Нет, меч. Умно. Что? Хочешь меня зарезать? Папа болен. Мне плевать. Папа махнул на меня рукой, ты это знаешь. Семья это сложно, да? Похоже на то. Разделимся. И ничего не говори отцу. Ола. Ола. Все путем? Си. Не успела сказать спасибо за то, что помог найти Алекандра. Некрасиво вышло, конечно. Не страшно. Но я рад, что теперь знаю правду. Я боялась, что ты не поможешь, если узнаешь, что мой брат военный. Он предатель. Си. Но он все же тебе родня. Возвращайся скорее в лагерь. У нас много дел. Ты заблудился? Карлос, я знаю, ты не доверяешь мне, Кларе и Либертад. И другим ее маленьким Камомьердос. Я тебя не виню. Мы тут пока никто. Так и есть. Что еще знаешь? Что наполеон Аль Пекиньо украл у вас землю. Что яд, который он распыляет, убивает ваших людей. Знаю, что ты болен и умрешь, но не попросишь помощи. Не выбрасывай то, что может пригодиться. Склад, где они хранят отраву. Сожги дотла. Кукурузники, что разносят яд. В порошок сотри. Распылители на полях. Уничтожь. Как скажешь, Хайфи. И открытку пришли. Привет, это Испада. Привет. Отец не очень дружит с техникой. Попросил скинуть тебе фотку, чтобы ты знал, как выглядит этот яд. Мне уже доводилось сталкиваться с отравой, но спасибо ему. Не обольщайся. Папа не доверяет чужакам, но я видела тебя в деле. Короче, лови фотку. Это твой шанс доказать отцу, что ты знаешь, что делаешь. Карлос, это Даня. Даня из Либертад. Знаю. Думаешь, у меня с памятью проблемы? Нет, я просто... Ладно, неважно. Тут неподалеку отрава Кастильо. Ищи желтые контейнеры. Шкурузников и воспалителей я тоже есть. Ясно. Займусь. Жрите! Больше этой сранью никого не отравят. Карлос. Не забывай про самолёты с опылителями. Дорогие, воякам будет непросто их заменить. На всякий случай напоминаю. Причем они кто сообщить не будет. У нас что, 90? Бью! Тихо! Уже гераль. Браво! Дани, военные держат на металле. Неподалеку от зенитных орудий. Если принесешь его мне, я сделаю тебе еще Супрэму. А если взорвешь зенитки, то сможешь спокойно летать над Ярой. А травы в Яре стало меньше. Надеюсь, старик скоро станет мне бояться. Молодчите! Гранату! Еще трава уничтожена. Карлосу бы понравилось. Перемещаюсь! Жри, сука! Ты мой, Олдер! Карлос, я все. Славно. Сложно до Наполеона или Пекине. Натеряк, наконец. У меня есть для тебя дело. Возвращайся в лагерь. И не заблудись, турист. А это ты, сам Путин! Ну, привет! Поговаривают, Хосе прям взбесился из-за своего яда. Ты основательно подпортил ему жизнь. Может быть, я и ошибся на твой счет. Может быть. Так что попрошу тебя об услуге. Наши люди гниют в тюрьме этого ублюдка. В их числе Мигель. Он дорог мне, как сын. Чтобы спасти заключенных, понадобится автозак. Угони его и подбери меня на заправке у тюрьмы. Заберем наших ребят и свалим. Пока никто ничего не понял. Я рассчитываю на тебя, турист. Не облажайся. Не затягивай с автозаком. Эй, турист. Филип пришлет тебе фото нужной нам машины. А чего сам не пришлешь? Я... Я прислал бы. Вот только телефон козлит. Не хочет... Энканбелла. Ну иди отсюда. Карлос, автозак у меня. Круто. Буду ждать тебя на заправке. Скоро буду. О-о-о, у нас тут мастер маскировки. Заткнись и садись уже. Окей. Впервые вернусь туда со времен побега. Когда-то это была школа. Мои дети в нее ходили. Долго тебя там держали? Восемь месяцев. Может больше. Когда ты по 18 часов в день вдыхаешь яд и огребаешь от охраны, память как-то сдает. Да, херово. Си, но со мной был Мигель. Мы помогали друг другу. Да. Ты говорил, что он тебе как сын. Круче него никого не знаю. Я воспитал его как своего. Учил боксу. До того, как нас схвозили, он чуть не стал мистером Яра. Как ты сбежал? Камила пробралась сюда как-то ночью. Зарезала троих охранников, словила две пули в плечо. Взяла заложника и вытащила нас с Вилли. О, да. Похоже на Испаду. А то, моя ж дочка. Но она не смогла найти Мигеля, а потом на нас насели. Пришлось бросить его, да и других ребят. Надеюсь, вот что-то от него осталось. Почти на месте, так что тихо. Карлос Монтеро, что ты здесь делаешь? Где Мигель? Не знаю. Охранники отвели его куда-то в тюрьму. Нерда. Ладно, пойдем. Я найду Мигеля. Попадешься, будешь с целой армией воевать. Все нормально, папа. Как-нибудь справлюсь. Больная ты, мразь. Ладно, найдешь его, встретимся у заправки. Сварта. Да пинго. Да я даже не знаю, как он выглядит. Вивиру – это кровь в жилар Яры, а Мадулгада – ее сердце. Либердад хочет обескровивать сердце Яры. Мы должны защитить плантации табака. Мы должны защитить драгоценный запас PG-240. Террористы Монтеро ничем не лучше Либердада. Если они добьются успеха, Яру ждет увядание и гибель. Будьте бдительны. Эти плантации – наше будущее. Надеюсь, ты Мигель. Ты кто нахрен такой? Дани, я от Карлоса Монтеро. Но само это название – ложь. Несправедливо называть так Яранцев, призванных своим... А имя, Теханцев. Жертвующих всем ради них. А вот и клещ. Теперь за Мигелем. Надо водить отсюда. Веди. Карлос, Мигель со мной. Молодец, турист. Вытащи его оттуда. Встретимся на заправке. Ясно. Карлос ждет нас один или с кем-то? Асара, не многовато вопросов. Он один. Мы почти на месте. А вот и наш мистер Яра. Давай, залезай. О, да, брат. Я знал, что ты приедешь. А я думал, вы тут сухпайки жрете. Козлина. Все, не пьешь? Молодец. А я пью. Ха-ха-ха. Мигель. Ты прости, что я не вытащил тебя раньше. Я пытался. Я не забыл про тебя. Заткнись уже, Карлос. Мы все пытаемся выжить, Мерва. Хватит болтовни. Дайте мне гребаную гитару. Ха-ха-ха-ха. Молодец, турист. Когда увидел тебя впервые, думал, что распотрошу, но... Теперь ты монтер, Дани. Грациас. Магу, я теперь звать тебя папой. Заткнись теперь. Куанья. 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 Глянь, кто здесь Чоризо? Наш герой. Мы ведь друзья, Си. Никаких обид. Я чуть не подорвал тебя, но это в прошлом. Нужно глядеть в будущее. И там я вижу военный грузовик. С особыми боеприпасами, особым оружием и особым соусом. И он позарез нужен Филли. Я люблю строить планы. Сейчас вот планирую усилить огневую мощь Монтероси. Грузовик — это первый шаг. Его нагружают в Марине Окасу. Пригони грузовик в целости. Он мне прямо страшно необходим. Суэрте? Верняшся, поговорим. Верняшся, calculations. Верняшся, деньги. Весполетная зона Неопознанное воздушное судно Внимание, пилот Немедленно приземлитесь И по вам будет открыт Черт возьми Черт возьми Черт возьми Здесь сидит большой малыш Филли. Большой малыш Филли. Угу. Слушай, малыш Филли сейчас заплачет. Смотри, не раздолбай грузовик, ладно? Хари! Ружинами удар! Вон грузовик. Шаш! 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 О, парай! Ширинь останосим! Просимировал! Я пострадал! Я пострадал! Шаш! 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 Фили, грузовик у меня. Возвращайся скорее. Довези ему душа домой. Серкула, Серкула! Наш герой! Герою нужно выпить. Пинго! Что тут происходит? Магия Фили, детка. Мьер, это все ради пенопласта? Нет, 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 нет. Ради золота. Хрен достанешь, и горит здорово. Всему можно подарить новую жизнь. Даже тебе. Сколько раз мы должны их выручать, папа? Когда это кончится? Камила, они наша семья. Нам нельзя так рисковать. Так, это не твой лагерь, и не ты отдаешь приказы. Что случилось? Нашу Хосе. Их казнят в Вёрдбери, на площади. Сами виноваты, что попались. Нет. Это ты виновата. Сколько раз я говорил тебе, что мы должны учить их быть повстанцами, но ты, ты никогда не слушала. Верь в других, и поверят в тебя. Как хотите. И что? Значит, просто бросим их? Мир, да я знаю, каково это. Значит так. Нас пятеро. Идем, вытаскиваем наших врагов, убиваем. Хосе будут беречь военные, нужно ими заняться. Ну, там есть колокольня. И если залезть, будет видно всё. Перед казнью будешь в башне, никто не должен видеть, как ты в неё заходишь. Есть кое-что для тебя. Винтовка Филли с оптическим прицелом. Я её спречу. Мигель, я и Камила на площади. Филли у радиовышки. И без мобил. Он терусастель финаль, Камила. Полёты здесь запрещены. Пилот, идентифицируйте себя. Калопинга. Дарлос, я уцерклю. Эй, это Мигель. Мигель? А где Карлос? Он занят. Сможешь забраться на колокольню? Думаю, да. Хорошо. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Суэр, ты друг. Говорит генерал Ходзека Шлиска. Я с радостью объявляю, что схватил несколько лжеяранцев и террористов, которых признали виновными в убийстве и предательстве. Сегодня их повесят на площади Вердера. Узрите, как я очищу яру от предателей. Вы на позиции. Окей, хи-хи-хи, я здесь. Бежок не глушу, сэрте. Я вижу, Хосе. Не стрелять, пока не скажу. Яруанцы! Это честь для меня видеть вас здесь. А для вас честь видеть тут меня. Это лжеяранцы, таким как они нет места в нашем раю. Они примут смерть от мощи Яры. Их повесят прямо на стволе этого танка. Что делать, Карлос? Карлос! Черт. Карлос! Карлос! Каситы пьердон, коврон! Башня, идиоты! Папа! Папа! Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Я возьму его! Прикрывай! Окей? Да они вы должны забрать его отсюда. Понесу! Да прут! Идем, Филли ждет дам! Я решаю… Святой мобок! Ты где? Мне не пробраться! Тут жаркий с помощью дьявола всадница! Алехандро у нас. Он ранен. Ясно, что это все в радиовышке. Ладно. Мило. Разобъем. Укрытие! Выбегаю! Прикрой! Орай! Керда! Что здесь? Он там! Давай-давай! Вперед! Опоримся! Валим отсюда скорее! Давай, ну уже! Поехали! Вперед, Филину! Эй, ловите! Вот так! Раз! Что у вас произошло? Где Карлос? Он погиб! Попал! Финга! На! Эй, ловите! Не умирай, брать! Не умирай! Опа! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подмога уже в пути! Я пошла! Прикройте! Твою мать, да никакого хера! Ты должен был прикрывать нас! Винтовку заклинило. Мигель дал мне сломанную пушку. Сука! Нельзя было доверять этой мразе. Они ждали нас. Походу, это была подстава. Бинго! Прошу, живи, Ирмонита. Далее, далее! Положен нашел. Он дышит, нет? Сердце не бьется. Держись. Фили, дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Фили? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Фили, мы его теряем! Думаешь, твой папа страдал? Представь, что Хосе творит с людьми, тогда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера! Нам всем конец, Камила! Кастилью победил! Андэшет! Эспада! Не суетесь, пойми, Лев спокоен перед убийством. Си, папа. Стреляй! А! Кебен, дядя! Ха-ха-ха! Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтера мёртв. Наш табак в безопасности. А его повстанцы бегут. Стреляй! Коминьер, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат ждёт похвалы. Знаю я, что он задумал. Сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. Двести лет. Как? Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот, мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться, ради рая тебе. Порфавор. Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. 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 Бедя. Благодаря. Безулы oluşт角ового валенияiano. И хотя он не был с нами, мы всегда его помним. Алехандро, хватит уже. Иди. Эспада, он ведь твой брат. Мой, не твой. Как нога? Я не знал твоего папу, но моя семья здесь уже где-то полвека. Я могу помочь с генералом Хосе. Я сдам его лейтенантов. Порфавор. Надо найти вам форму, компейс. Дани, это Клара. Бросай всё, что делаешь. Унануэ в операсьон? У нас есть шанс замочить льва прямо в логове. Приходи, я в эсперансе. Сейчас пришлю фотку здешнего убежища Либертад. Когда встретишь часового повстанцев, спроси про ночную смену. Ночную смену? Ладно, Клара, я приду. Это здесь. Говорят, у вас есть место в ночной смене? Взрывчатка будет тут, тут и тут. Речь начинается, всё взрывается. Окружим отель огнём, будет жарче, чем у дьяволов задница. В чём цель? Не дать людям Кастильо выйти, а подкреплению войти. Дани будет посередине. А дальше? Дани убивает Эль Президенто. Прекрасно. Эй, Дани. Дани! Ты посмотри, какой супремо! Мне убить Антона Кастильо? Сегодня? Антон толкнёт речь в честь Дня Независимости в отеле Параиса в прямом эфире. У Хуана есть информация о расположении охраны. У нас один шанс на миллион! Отрубим змеи голову и сделаем из её кожи ботинки. Мерда. Ты как считаешь? Убить ли того, кто испоганил нашу землю и поработил народ? Даже не знаю. А ты? Я раньше не убивал Президентов. Это же ликвидация, Дани! Метод повстанцев! О, мне нужно вдох. А тебе? Вот это. Твою мать, ты будешь легендой среди повстанцев! Я позвоню! Сколько в нём пыла? А то. Убьёшь Кастильо, и Либертад заявит о себе. А дальше посмотрим. Кто знает. Прикончи этого Камомьерда. Слава, Либертад! У Хуан и Клара там уже несколько часов. Не нравится мне? Дани, заминируй КПП. Особенно хорошо бабахают генераторы. Хорошо. Как мне взорвать бомбы? Никак. Ну, что он зацепит? Ну, и все эсперанцы. Это будет настоящая симфония Синтекса. Ты в ней туба, а я дирижёр. Ламос, Дани! Это пинга. Ну и сравнение у тебя. Да. Да. Фейерверк для нашего праздника. Эсперанса находится под контролем армии. Хвоста нет. Что? Там кто-то есть. Так, это все. Хуан, все посылочки доставлены. Ты чего вдруг заговорил, как почтальон? Скажи просто, Хуан, бомбы установил. Я скинул тебе фотку, где меня искать. Скоро буду. Батарея, как бухлая дядя. Чувствуешь, Дани, грядет гибель королей. Бомбы на месте, Хуан. Твои были последними. Чувствуешь? Затишье перед бурей, после которого сдохнет множество говнюков. Что ж, время двух моих любимых слов. Активируем взрывчатку. Все в ПТСС. Вперед, Дани. Зачисти отель и убей Антона. Вперед. Скажи Антону, что смерть уже... Гоня! Пора уже грузиться в лифт. Гибель-яры. Да, в Яре. Дани, что там творится? Ты внутри? Да, внутри. Антона, видишь? Дани! Здесь никого нет. Клара, думаю, это была запись. Это подстава. Солдаты Антона на подходе. Сваливай! Это ты был на том корабле. Ты жив? Мне повезло. Как тебя зовут? Дани, а тебя? Ты знаешь как. И хочешь убить отца. Насколько я знаю, ты сам пытался свалить от своего папа. Я был неправ. Почему? Потому что. Тебе повезло. Он чудовище, Диего. Так воспитали. Ты будешь другим? Ты не убьешь меня! Еще раз пойнешь, убью. Если сбегу, он меня найдет. И тогда пострадают люди. Ты не понимаешь, мне никогда не уйти. Сколько тебе лет? У тебя есть семья? Нет. Ты ищешь себе семью? Уезжай из Яры. Он всех вас уничтожит. Мьерда. Лучше пригнись. Сюда. Сраные диктаторы. Грасиас. Эй, Дани. Папа болен. Поэтому он не тут. Так, опять. Милан! Маму! Внови себя! Градана! Коньо, какая красотка. С твоего позволения, Кастильо. Лара, я смог выбраться живым. Да, Аня, что там случилось? Как ты вырвался? Нас подставили. Но я кое-что прихватил. Тачку Кастильо. Внутри аж воняет деспотизмом. До Кастильо мы не добрались. Но ущерб режиму причинили. Ущерб? Дани, ты сегодня врезал режим Антона по яйцам. Купи себе сервеса. Ты заслужил. Эй, а ты когда-нибудь слышала, что Кастильо чем-то болит? Нет, а что? Я подслушал один разговор. Хм, интересно. Я с тобой свяжусь. Все, что мы делаем, приближает освобождение Яры. Дани. Не могу уснуть. Закрываю глаза и вижу Хосе и трех его хряков. Я хочу, чтобы все эти твари сдохли. Знаешь, я встретилась с одним из них взглядом. Ихадепута улыбнулся мне. Мой папа погиб, а он улыбнулся мне. Мы выследили их. Спасибо примкнувшим к нам солдатам. Сейчас эти твари отрываются в отеле. Сингал. Но у меня дел не в проворот. Я не могу бросить новичков. Прикончи этих лейтенантов, Дани. Убей их всех. И убедись, что Хосе понял намек. Суэрто, Дани. Внимание, всем поехали! Вот ты где. Это тебе за Карлоса, падла. Эспада, минус один. Но остальных здесь нет. Мрази, чертовы. Проверь в отеле. Может, удастся напасть на их след. Их нужно прикончить, Дани. Их всех. Ладно. Вот ты где. Ощищайте лейтенанта! За Карлоса. Эй, есть новости. Так. Можешь забыть о том, Эльерда, которое тусовалось в СПА. У нее были странные пусы. Черт, нахер ее? Нашел. Биф-па. Сдохни, гнида. Эспада, дело сделано. Правда? Си. С ними покончим. Дани. Огромное тебе спасибо. Ты отомстил за отца. И не только. Теперь Хосе придется вылезти из своей норы. Теперь этот засранец поймет, с кем он имеет дело. Точно. Так оно и есть, блин. Грасия здания. Мы никогда не достаем этого. Встретимся у пещер Сусоро. Нет, нет, пока нет. Приходи, нужна неотложная помощь. Медицинская. Ну, типа, медицинская, техническая. Вот. О, это же Дани. Герой! Сюда! Этот день настал. Познакомься, Дизель Дейзи. Скорми ей бензин, и она выдаст тебе солярку. Мешаем с мылом и получаем напалм. Напалм! Подпалим жопу Хосе так, что ее будет видно из космоса. Открой клапаны. Посмотрим, на что Дейзи способна. Только нежно. Она стесняется незнакомцев. Да, супер! Супер! Вот так! Давление растет. Теперь остальные. Сейчас займусь. Молодец, герой! Нагревается. Моя... Клапаны наверху, герой! Помоги! Нет, 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 нет! У нас проблема здоровенная! Де Пинго! Дейзи сорвала крышу. Нам нужны запчасти, чтобы ее починить. Во-первых, особая печатная плата. Такие есть на нефтяных платформах. Это тебя расплюнуть. Но нужно еще кое-что. Это кое-что на крокодиловой ферме. Я скину тебе фотку. Сразу все поймешь, когда увидишь. Как говорят французы, шерши прям там. Лады, герой. Будем творить магию вместе. Итак, Филли, я сгораю от любопытства. Что же я должен найти? Крокодилью башку. От костюма маскота. Это очень-очень важно. Мне не стоило спрашивать. Ага. Просто делай свою работу. Где-то рядом. Вы расцеплую, живо! Клара, Филли послал меня на нефтяную платформу. Отлично это, кстати. Захвати объект по имени Либертад. И не взорви там все. Нам нужна каждая капля нефти. Ясно. Филли, я у нефтяной платформы. Что тебе тут нужно? Печатная плата. Это как кусок металла со всякими изогнюшками. Отлично объяснил. Не хочу тебя торопить, но Дейзи ждет. А она не любит ждать. Филли, все, что нужно у меня. А крокодилья башка? Си-си. И она тоже. Я буду любить тебя до конца своих дней. А теперь возвращайся к Дейзи. Может, пока? Эй. Покажись. Филли? Да, а что? Вот, смотри. Почему на Дейзи СВУ? Порой нам приходится причинять боль любимым. Но сначала я починю ее. И она сделает нам напал. А это зачем? Чтобы пробудить магию Филли. Вот так, Дейзи! Чудно. Валерий! Валерий! Хочешь! У нас гойся герой! Не выпускаете к молокольной к Сейни! Открыть! А ты кто? А ты! 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 А! 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 СТАКОНЕЙ! А! А! О, нет, 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 о, коньё! Я вывезу грузовик. Позаботься о Дизель Дэзи. Не дай этим солдафонам до неё добраться. Поцелуй Дэзи на прощание. Поцелуй Дэзи. Огонь! Ко мне! Всё, Филли. Дэйзи... Нет, стой! Хочу запомнить Дэзи, такой, какой она была. Она тебя любила. Слово плохого не сказала. А, ладно. Её жертва не была напрасной. Она одарила нас литрами своей горячей испарины, которая прольётся на хосе, подобно огненному ливню! Если бы только Дэзи могла это увидеть. Мне жаль, что ты потерял её, Филли. Она ж не живая, кончай чудить. Его это, Филли. Герой! Готов воспарить в небеса. Надеюсь, у тебя есть Коконос. Так, я не о том. Достань мне военный самолёт, ладно? Они есть на любой авиабазе. А и бейсбольную пушку. Ну, как на стадионах. А больше тебе ничего не нужно, Филли? Может, ещё захватить сервесос? Меня уже опьянило вдохновение! Когда будешь лететь, берегись зениток. А не то, тебя точно поджарят. Третий страйк! Тебе конец! Третий страйк! Стоп! Режу цель! Режу цель! Он фирману! Смертый трейк! Я приктою! Рассыпь! Все граждане обязаны всегда иметь при себе два вида документов. Предъявляйте удостоверение о личности, потребований у военных или полиции. Людям без документов грозит арест. Лучше не вникать в магию, Филли. Надо поставить этот самолет в ангар Филли. Девушки отдыхают. Вы не слушайте, не слушайте! Закройся! Нападем на плантацию Хоса? Все, хватит с меня, Сингао. Ты ничего не сделаешь? Он это заслужил, Дэнни. Вот кустись и в Антеро. Нет! Твой брат предал нас. Си, и всю жизнь будет за это расплачиваться. А ты готов сам признать свои ошибки. А ты, Камила? Я выбрала Кастильо. Потому что с Вивиром мы бы точно разбогатели. Я не верила в вас. Совсем. Винила вас в том, что вы не бойцы. Но папа был прав. Вера должна быть взаимной. Если вы... Если вы хотите схватить Хосе, надо атаковать его табачные плантации. Мы уже попытались. Нет, все плантации сразу. Выманить солдат. Охрану. Умно. К счастью, Филли. Все предусмотрел. Мы с этим разберемся. Круть. Давайте разделимся. Ударим по КПП, блокпостам и прочему. Раз и все. Потом махнем на авиабазу. Ну хрен ли вы тормозить. Далее. Я рано составил финаль, Роберто. Астафиналь. Неоподи, Бобанок. Сейчас ты увидишь мой шеневр. Напалмушек. Железная птица, адский огонь и надежда запада. Ты летал на нем? Нет, ты что? Я высоты боюсь. Буду ветром под твоим брюхом. Отжарь Хосе, а я за тебя поболею. Дани, я раздобыла разведданные о Хосе. Думаю, он сдает позиции. Значит, всякая дичи скоро станет больше? Офигенно. Не ослабляй натиск. Я возвращаюсь на ферму Монтера. Посмотрим, что могу сделать. На фермах всегда есть что поделать, Дани. Нифига, ты же городская, как и я, Клара. Посмотрим, что там у тебя, Фили. Магия Фили. Фили, мать твою. Повстанцы все готовы? Перекличка. Санчес, готово. Торос, я здесь. Напал, Мышек. Полет нормальный. Тирану, готово. Ортега, погнали. Так, выманем солдат Хосе с авиабазы, а затем жахнем по нему так, чтобы имя свое забыл. Вперед, отожжем. Вы с Напалмушком одно целое. Охереть. И про... Почувствуй ритм героиня. Почувствуй его. Фили, блин. О, да. Да. Почти закончил. Вот так-то. Конец, Вивира. Ты следующий, Хосе. Надо добраться до аэродрома. Ортега, доложи обстановку. Никого не видно. Пошли, пошли. Воздушное судно Б-5-6-0-6. Немедленно идентифицируйте себя. Блин. Мы к югу от базы. Все готовы. Стрелять-то можно уже или как? На три часа. Открыть огонь. Стрелять-то можно. Вижу слева Камемьердас. Берегитесь. Оставайтесь на позиции. Ни шагу без моей команды. Я почти на месте. Где наш генералюшка? Один из повстанцев видел его на диспетчерской вышке. Есть. Отправляюсь туда. Эй, его здесь нет. Куньо, ты уверен, может этот Камемьярда где-нибудь прячется? Нет, он... Его допутали. Ты нахуй! Ты нахуй! Я прошу, что я хочу понять из тебя в одно чудесное местечко вблизи побережья Яры. На свой личный остров. Ты будешь наслаждаться закатом и океанским призом, а я ссать в перерезанные клопки тех, кто тебя дурит. Бах! Убьёшь её, дам миллион. Два миллиона! Яранские сигареты. Я думал их не достать. Антон меня любит. Его солдаты трахнут. И прикончат каждого из вас, поганых Монтеро! Не вижу здесь Антона. И друзей твоих тоже не вижу. Знаешь, папа вручил мне этот клинок, когда мне было семь. Научил метать его. Убивать им. Мы с отцом похожи. Ты смогла... похоронить то, что от него осталось? В этом клинке не чувствуется мощь Яры, правда? Ты забрал мой дом! Мы его отца! Пора что-то отдать! Нос Бэмос, Наполеонель Пекиньо. Да, ощущения не те. Умница, Чоризо. Олег ушёл. Опять. Ну, это его выбор. А папа? У него был выбор. Он даже не видел наших побед. Будь он здесь, никаких побед бы не было. Как же! Королеве Либертад лучше знать! Я знаю, что он не передал бы тебе ни ферму, ни лагерь. Но ты же справилась. Эспада, ты нужна лагерю. Ты очень нужна, Либертад. Помоги нам, наконец, покончить с Кастилией. Она права, испада. Сейчас у Запада нет будущего. А у Либертад нет будущего без Запада. Монтера не жмут рук. Мы пьём. Ну, за Монтера. За будущее. Если есть что сказать, скажи. Зачем мы здесь? Хаса тебе не нравился. И? Он вёл себя мерзко. И? И был слаб. Мипопа говорил. Бог дарует победу лишь Львам. Религиозно. Мипопа любил Иисуса. Он говорил, Иисус мог бы стать отличным Президентом Яры. Милый Антон, никогда не забывай, что Иисус был Львом и Агнесем. Правь, строго, но сочувствуй страданиям других. Ты веришь в это? Когда его убили, нам с твоей бабушкой пришлось выживать одним. Её ужасно раздражало, что отец так любит эту фразу. Ужасно. Да? Да, ведь он ошибался. Быть и Львом, и Агнесем. Чушь. Она говорила, Антон, есть львы и есть овцы. Правь или повинуйся. Кастильо это лев. Мояра полна овец. Я мало не знаю. Она всегда была такой сильной и умной, но в те годы женщине с её цветом кожи не дали бы править. Мипопа был Агнесем. Как и Хосе. Зачем вы здесь? Просто ты лев. А овцы наша добыча. Дани, запад страны свободен благодаря тебе. Но нам нужно развить этот успех, иначе революция обречена. Максимус Матансис и легенды нуждаются в твоей помощи. Я знаю. Спасибо, Клара. О, я Дани. Эй, чё, Риза? Глянь, что у меня есть. Держи. Впервые так запарился ради пёселя. Ты это заслужил, Перита. О, прелесть. Теперь-то мы станем Амигос. Правда, Весь? Ой, хороший мой. Клара, я отправляюсь в Алья-де-Ора. Отлично. Осталось найти Максимус Матансис. И как ты о них узнала? Мы стали и возглавляли первые протесты против Кастильо. А Паула собирал диссидентов. Но после беспорядка в Васперансе мы не общались. Помните беспорядки. Куча народа пострадала. Вот и вот. Похоже, тут лет сто никого не было. Эй! А, Максимус Матансис! Далее! Ах, чёрт. Сальдадос их нашли. Форт не так уж и заброшен. Может, оставили записку? Они указывали путь другим. Клара, Максимус Матансис и правда были в форте. Здесь явно стреляли, и повсюду горы мусора. Узнаю их. Выяснишь, куда они ушли? Си, отследить их не сложно. В этом-то и проблема. Рапидо, Дани. Тут нужна осторожность. Осторожно, принцесса! Сорвёшь голос, не сможешь петь. Я не пою! Клара, я нашёл Максимус Матансис, но солдаты Кастильо меня обошли. И, похоже, решили порезвиться, прежде чем звать подкрепление. Делай, что должно, Дани. Любой ценой. Сначала грохни этих сук! Подмогу уже отпути! Похоже на этом всё. Красавчик! Ты меня развяжешь, жилика, караха! Инга! Ты, наверное, талия? Ходу! Какого? Слушай, можно я его возьму? Нет? Да? Эй, чел! Ты спас Максимус Матансис! Самую балдёжную группу в Яре! Я сам собирался этим заняться, но никак не мог перестать рыдать. Уйди с дороги. Я Бичо, слышь! Я мексиканец! Вытащи меня отсюда! Я знаю, ты слышишь! А ты будешь хорошо себя вести? Не амор! Беги в тебя! О! А я думала, ты хочешь спрятаться, как ссыкло! А ты хочешь сдохнуть, не увидев Штаты? О! Ты крутой! Паоло! Как самый настоящий мужик спрятал свою подружку в вонючем болоте! Вот же пута! Поню! Это лишь прелюдия! Ну всё, всё! Вы слышали о Либертад? Клара Гарсия хочет... Мы были Либертад ещё до Либертад! Кто думаешь, привёл Клару на первый митинг, вытащив её из сраной библиотеки? Мне... плевать! Клара знает, нудные речи не убедят яранцев вступить в Либертад! Ей нужен голос! Не парься, талия гонит, прям как ты! Добро пожаловать в лагерь Максимас! Хе-хе-хе! Животные! Эй, народ! Сальдадос больше нет! Всё, выходите! Потерпи, Дани. Они через многое прошли. Нам не победить Кастильо без голоса Талии и выдержки Паоло. Тебе лишь нужно им немного помочь. Ладно, Клара. Надеюсь, ты знаешь, во что меня впутываешь. Ты всё равно трепло. Думал, тут будет меньше народа. Они тоже музыканты? Талия ищет тех, кто готов пойти против Министерства культуры. А я слежу, чтобы они не самоубились. Думал, я тут один недоучка. Папа вёл строевую. В семье пять поколений вояк. А ты что? Вышибли. Папа узнал, что доча стала, как он сам сказал, уродом. Чёрт. Вояки не любят трансов. Мне свезло. Талия поймала на краже, но не сдала меня. Парила Деку. Либертад может помочь вам всем. Либертад? Кастильо выиграл. Мы начали протесты. И что толку? Клара пошла играть в партизан. Талию загнали в сраную Академию Маркесы. Пришлось спасать, но теперь я должен. Кому? Бэмбе. Контрабандисту. Как расплачусь, мы стали сразу свалим. Давай помогу, Пауло. Давай без подачек. Ладно. А ты что не в армии? Врезал сержанту по горлу. Не надо меня будить. Сегунда. Бэмби в церкви. Можно такое вытворять. Иди домой, к мужу. Но я грешила и ещё как. Надо поговорить с Богом. Привет. Привет. Ты бэмбе? Грешника видно издалека. Сложно поздороваться? Осторожно, Дани Рохас, а то продам твои потрохоянки. Если я пристрелю тебя, долг Пауло исчезнет. Нет. У тебя есть принципы. Ты не убийца. Мерда. Твоя правда. А как насчёт тебя? Я убиваю и повстанцев, и солдат. Это бизнес. Легко делать вид, что ты сам по себе. Мой отец был повстанцем в шестьдесят седьмом. После ларь-революсион он надел военную форму. Прошло тридцать лет, и вот тебе на, новая революсион, новые повстанцы. Они отблагодарили его пулей в лоб. Он лёг в землю в той самой форме. Ты готов надеть свою форму, Рохас? А ты свою. То есть. Ты уже не одет, как священник. А ты не промах, Рохас. Мы договоримся. Чёртовы, Бенли. Чоризо! Короче, Рохас, забери ключ у моих деловых партнёров. И где они? В отеле. Их зовут Дмитрий и Василий, близнецы из России. Чтобы тебе было проще, сейчас отправлю фото. Как ты добра. Говорят, что доброта – самая подлая форма манипуляции. Задача простая, Рохас. Достань ключ, и Паула скажет тебе спасибо. Знаешь, мне куда важнее разобраться с его долгом. Как и нам всем, Рохас. Как и нам всем, Рохас. Особенно мне. Когда я принесу тебе ключ, ты простишь Паулу долг. Ясно? Целую, Рохас. Пока. Ола, Рохас. Я подумал, стоит сказать тебе, что в отеле могут быть солдаты. Могут? Эй, я лишь пытаюсь помочь. Помочь? Обычно ты используешь людей. А сочту это за спасибо. Солдаты. Просто как же. Бэмби заплатит за то, что сделал с тобой, Вася. Ты не солдат. Ты Дмитрий или Василий? Дмитрий. А ты еще кто? Меня прислал Бэмби. Где ключ? Ха-ха-ха. Ах, вот в чем дело. Бэмби поимел нас по полной. Сперва прислал солдат, потом тебя. Я не работаю на него. Мне просто нужен ключ. Ключ у моего брата. Солдатня утопила его, как пса. Но он не молил о пощаде. Васька погиб в том моднявом бассейне, как мужик. Грася, мои соболезнования. Я сваливаю из Яры. Вали и ты, пока Бэмби не всадил нож в спину. Идиоты кусок! И зачем меня понесло в эту богом забытую страну? Бэмби! Ах ты, иха-де-пута! Ну, ты нашел мой ключ. Си, у твоего мертвого русского друга. В общем, Рохас, это ключ от сейфа в отеле Вилла Худия. Там будет книга в черной обложке. И что же в ней? Свобода Пауло, в частности. Вот и отель. Солдатня уже здесь. Какой сюрприз. Бэмби, я в отеле, и тут целая армия. Но ты наверняка в курсе. Маленькие сюрпризы делают эту жизнь увлекательней. Давай без демагогии. Ты хочешь, чтобы я прикончил солдат? Видишь? Вот поэтому ты мне и нравишься, Рохас. Убивай их не ради меня, ради Пауло. Эй, покажи. Бэмби, готово. Книга у меня. Мой бед, Рохас. Понимаю, почему Клара так в тебя верит. Ты отлично выполняешь приказы. Думаешь, я просто слуга? Докажи, что нет. Мне нечего тебе доказывать. Лучше скажи, где ты меня ждешь. Встретимся за мостом к северу от отеля. Спасибо, что освободил мой новый порт. А я думал, тебе нужна была книга из сейфа. Зачем выбирать что-то одно? Отель Вилья Худия. Мечта контрабандиста. Рядом лучше порт на южном побережье. Ты хотел, чтобы кто-нибудь избавил тебя от конкурентов. Отель приносил русским немало бабла. А теперь, когда я заполучил список продажных чинуш у них на зарплате, эти деньги буду получать я. С этим, да, закончили. Но у нас с тобой есть и другие дела, Рохас. Ты выплатил только часть долга, Пауло. Не волнуйся. Я найду для тебя занятие. У меня есть клиенты, которые просто мечтают сделать ноги из этого рая. И ты им поможешь. Бери грузовик. На нем ты сможешь доставить моих клиентов к докам. Там их ждет корабль. В доках хорошая охрана. Придется поднапрячься, чтобы попасть внутрь без боя. Тут тебе пригодится Рафаэль Мереро. Очень ценный клиент. Спец по подделкам. Его бумаги тебе помогут. Сделай это для меня. И долг Пауло будет погашен. Все будут довольны. Лодка никого ждать не будет. Пауло, я только что поговорил с Бэмбе. И что сказал этот урод? Что если я еще раз замараю ради него руки? Твой долг будет прошен. Знаешь, я не жалею, что задолжал ему, чтобы вытащить нас стали из Яры. Но я понимаю, чем ты рискуешь ради меня, Даня. И не забуду этого. Поблагодаришь меня, если я выжил. Похоже, это Рафаэль. Пинго. Военные их схватили. Бэмбе, почему у тебя что не задание, то геморрой? Не трать время на размышления, у нас его мало. Действуй, Рохас, и пошустрее. Рафаэль должен быть где-то там. Надо аккуратно. Нам что? Никто, не помоги мне. Эй. Валим! Валим! Хитрец! Валим! 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 Выходи! Не бей… Спасибо. Ты от Бембе? Сы. Ты Рафаэль? Твои документы в тачке неподалёку. Покупатели Бэмби там же. Поторопись. А как же ты? Я вернусь в студию. Искусство не ждёт. Бэмби, я спас твоих клиентов и взял бумаги у Рафаэля. Супер, Рохас. Теперь проследи, чтобы мой бесценный груз добрался до порта. Сы. Ладно. Вы там как, в порядке? К вам у нас? Эй, я в грузовике. Жду лодки. Ну старайся не повредить товар. Товар? В кузове только люк. Нет, Дани. В кузове деньги. Мои деньги. Торопись, Дани. Бумаги. Так, минуточку. Ёлки? Мы их выращиваем? Да, для мексиканцев. Как думаешь, Эль Пресиденте оплатил пластику Марии? Ладно. Езжай. Надеюсь, Бэмби здесь. Отличная работа, Рохас. Наши друзья будут чрезвычайно признательны. А, моменту, амигос. Вам еще рано. Кеконью? Они не идут? Издержки, увы. Что это, блин, значит? Я коммерсант, Рохас. Давай, каждый из нас будет заниматься тем, что умеет. Вернись к Паулу и скажи, что я его отпускаю. Вайо кондиос. Поздравляю, Паула. Бэмби от тебя отстанет. Ничего, так у тебя был долг, между прочим. Грася, здание. Пусть это останется между нами. Талия ненавидит Бэмби. Я тебе благодарен, но мы все равно свалим с этого острова. Талия ненавидит Бэмби. Заверни тебе. Дани! Дани, Дани, Дани! Что тебе надо, Бичо? Ничего? Нет, не совсем. Кое-что надо. Это важное честное слово. Встретимся в лагере, я тебе все расскажу. Пока! Еще кого-то зелеповали. Конью. Как ты знаешь, я крутой радиодиджей. Ну, ну ладно, это ложь. Но ты меня вдохновил, Дани. Своим пытем, как вот, повстанчеством. Я мечтаю запустить в эфир свой сексуальный голос, музыку Максимус Матансас и правду о Либертад. Я назову это все Радио Либертад. А еще я мечтаю, чтобы ты забомбил нашим логотипом чертову пропаганду, Марии Маркесы. Вот тебе краски и несколько бомб, начиненных листовками, чтобы дело шло быстрее. Окей? Займемся контрпропагандой! О-о-о-о! У меня аж мурашки! А у тебя? А? Нет? Только у меня? Ну ладно. Да! Скорее бы Талия и Паула все это увидели. Эй, Бичо, я в секунде. Ай, ну наконец-то! Ты тащишься дольше, чем я сижу на толчке после Платанас. Богом клянусь, Бичо. Чего ты ждешь? Нарисуй лого, заложи бомбы и пусть все узнают о нас. Радио Либертад вот-вот появится на свет. Короли, шевелись! О, нормально. Укрепляет эгономику ярых и помогает всему миру. Присоединяйтесь. Блин, может это мое призвание? Бичо, пока все вроде неплохо. Лого огонь. Красис. Краями аккуратней, лады? Я справлюсь, Бичо. И... Расслабь запястье, а? Рисуй плавно. Ясно. Кохонус. Люблю тебя. Да. Хорошая точка для бомб с листовками. Взрывчатка в общественном месте. Что может пойти не так? Просто выкидываю мусор. Ничего такого. Он не только спасет оружие, но и исцелит весь мир. Серт! Бомба сброшена. Зацените-ка. Бичо, я все. Не-не-не-не-не-не, это еще не все. Готов к следующему шагу? Конечно. Так, Мария уже в пути. Она хочет показать новое знамя. В прямом эфире. А ты заменишь его на наше. Вот значит как. Оно высоко. Но ты же сможешь собраться, да? Кларе ведь понравится. Да, мы справимся! Лады. Мы справимся. Слушайте, если я не заменю эти борьбы, то есть еще будет ярость. Яро наша страна. Наш долг. И в будущем, наша страна. Ого. Вот это вид. Витчо, список моих преступлений пополнился вандализмом. Ха-ха-ха! Не-е-е! Это список причин твоей неимоверной крутизды! Встретимся на заправке у города! Горали! Миро! Началось! Пришло время важного объявления. Привет, мои дорогие друзья! Есть вопросы или начнем? Министр Маркеса, вас беспокоит... Как вы объясните слухи о том, что Диего Кастильо ваш сын? Никак. Диего Кастильо первенец Яры и пример истинного яранца. Итак, я с большим удовольствием представляю вам Яранский культурный центр Антона Кастильо. Видите? Вот. С таким загрязнением культуры мы и боремся. Нам придется взять на время ваши камеры и телефоны. Это видели вообще все в Яре! Господи, Дани! Да у нас куча дел! У меня сейчас башка лопнет! Диего Кастильо. Витчо, эй, ты тут? Витчо! Здесь, в принципе, передают сигнал, но большинство сломано. Или отправляют сигнал не туда. Я отметил нерабочие, вот, починишь их и покрутишь антенны. Порфавор. Ради нашей мечты. Мы расскажем ерантам правду. Я говорил, что люблю тебя, Даня. Антенна включена. Остались две. Вон, уворотили. Ладно, Витчо, что ты отметил. Витчо, я у жилого дома. О-о-о, тамошние жильцы рессольят по полной. Они тырят электричество. Но одна панель управления накрылась. Из-за этого моя антенна обесточена. Порфавор, заберись на крышу и разберись. Я отметил путь к комнате управления синем граффити. Ход заперт. Ну, разве тебя это остановит? Конечно нет, Витчо. Отпад! Скоро радиолибертад принесет Яре свет правды. Вижу разрыв. Эсперанца, готовься встречать радиолибертад. Еще одна вышка, и радиолибертад увидит свет. Это было. Ола, Дани, ты как? Все норм? Си, я у башни рядом с кафе Тассе. Марке, что-то у тебя с голосом. Мой друг знает одного парня, который продает телефонные карты. Он сказал, что Маркеса отрезала одному чуваку яйца за то, что тот замутил мурал без разрешения Министерства культуры. Ты че, очкуешь? Нет. Нахер Маркесу. Но если вдруг попадусь, защити мои кахоны здания, а? Ладно? Ага. Граффити Бичо. Граффити Бичо. Контрольная панель наверху вышла. Вот так, усилим сигнал. Бичо, запускай радиолибертад. Дани, я попробовал выйти в эфир. Маркеса, глуши сигнал. Пускай наверх меня пугнешь сраного дома. Вот же сраный 2G. Разберись, глушилками на станции, дай я на пик. Разберечь большие Антоны. Что, все эти на башне манали, чтобы скачать напряжение в 2G. Вот так все. Дани, Дани, ты там? Ты... Ты меня... Слышишь? Бичо, алло? Ах, пинга. Опять этот голос. В жопу глушилки. Послание от Льва Яры. Президент Антона Гассинин. Хватит этого бреда. Наверху! Теперь надо включить усилитель. Бинго! Так, ну что, пашет, не пашет? Хрен меня поймет вообще. О-о-о, горе зеленым. Полояра! Вас приветствует Радио Либертад. Станция, которая будет поддерживать огонь революции в ваших сердцах. Дани, слышал меня? Даже без помех, Бичо. Клара уже в курсе? Скажу ей, когда в меня прекратят стрелять. Ах, крутяк, крутяк. Слава Либертад! Вива Либертад! Всего одно шоу, Пауло. Надо пилить демку. Брат Хави, свободный слова, выбьет нам контракт. У-у-у, контракт с американцами? Ну капец просто! Сальвасьон! Что тут у вас? Есть тема с шоу первым после бегства из Аспиранции. А Пауло тупит. А чё? Маркеса грохнет нас? Но я уже нарисовал логотипы. Не ты, а я. И со священником этим стрёмным тёр. Нет уж, пилите своё шоу. Священником? Ну ладно. Один трек. Ах, Миамор. Затрахать бы тебя в усмерть, но надо готовиться. Пакуй барахло! Дани, мне нравится, что ты смело говоришь правду. Ты о чём, Бичур? Надо зачистить Маркесин-центр пропаганды, чтобы установить оборудование. Ну то есть, тебе надо. Ну и чуть-чуть мне. Нам двоим. Ясно. Освободим правде путь. Надеюсь, Клара это оценит. Вичо, я на вилле Марии. Ты тут? Да, да, скоро буду. А там есть эти, эти, Сальдарус? Конечно. Это дом Марии, мать её Маркесы. Да, конечно. А-а-а, знаешь, и я припрослюсь. Релаха ты. К твоему приходу никого уже не будет. А по телеку? Бегу к сигналке! Роната! Бегу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бичо, уже можно выходить. Ора ли, Дани! Встретимся у моей тачки и... Тебе нужна помощь? Си, с техникой. Тяжелая, зараза. Кохонес. Совсем как живой. А где Пауло Италия? Выглядишь стрёмно. У меня всегда так. Каждый раз перед концертом. Наконец-то. Да. Что дальше? Дальше ждём. Накхер Кастильо! Накхер Маркесу! Накхер Параису! Рехудер Алла Муэрте! Мы идем вперед, слышишь? Давай еще, блин! Все, хватит! Да о чем ты, Пауло? Ты донесла мысль до Маркесы? Но ты нема с мьедами хэнто, но фалья! Из-за тебя у нее либертат мозга? Лучше в Америку сбежать, поджав хвост? Блин, Талия, там хоть можно пожить! О да, улыбаться ямке и сортиры чистить! А, и слышать от них, вали в свою страну! Мы не нужны им, Пауло! Мое место здесь, вместе с либертат! Либертат? Им нужны наши фанаты! Кларе Гарсии насрать, кто ты? Я, Дани! Не ругайтесь! Теперь ты против либертат? Мы же столько пережили! Операции, твоя семья! Моя семья! Не твоя! Мне не до войны! Когда все стихнет, моя жизнь сильно легче не станет! Не забыла? Я же транс посреди сраной Яры! Не делай вид, что знаешь, каково мне! Настоящие мужики не бегут! Суэрте! Ничего! Все будет норм! Не думаю, Миомиго! Мистели! У меня есть всего пара минут! Ну, начнем! Ты много времени проводишь с отцом? Он отличный учитель! А с мамой? Как ласса да тантерия эсэста, Мария? Эсэ листило американо! Насчет вивиру! Это лекарство от рака спасает миллионы жизней во всех странах мира, кроме США! Мой отец очень болен! Американцы долго будут ждать? Ваш народ любит требовать то, что ему не принадлежит! Но ведь вы не хотите вести переговоры даже о снятии блокады! Жаль вашего отца! Но американцы подождут! Как и все остальные! Вчера ваш канал Яровиденье взломали повстанцы! Они требовали освободить так называемых изгоев из трудовых лагерей! Так значит, вивиру производят рабы? Правда или ложь? Правда, конечно! Рабство родилось не в Яре! Америка наживалась на нем! Больше полувека вы продавали! За рубеж хлопок! Кто его растил? Постойте! Рабы! Четыре миллиона рабов стоимостью три с половиной миллиарда долларов! Такие, как я, были вашим главным активом! Как это назвать? Уроком истории? Первым шагом! Вторым стала тюремная индустрия! Где люди работают за гроши! Не только в Америке! Верно! Дети шьют одежду и собирают смартфоны! А вивиру спасает людей! И спасенным все равно, как делают препарат! Сантос Эспиноса убил вашего отца в ходе революции шестьдесят седьмого! Вы попали в плен в тринадцать лет! Столько же сейчас Диего! Вы учились сами? Меня всему научила моя мать! Вы пятнадцать лет работали на табачной плантации! Говорят, вы до сих пор храните нож! Когда Яра станет Раем, и я предоставлю Вивиру Американцам, мои методы, ваши вопросы будут неважны! На этом все? Вашим отцам! Клара! Трансляция отключилась! Что произошло? Вы в порядке? Мы живы! Бьен! Теперь Маркеса сделает все, чтобы превратить нашу жизнь в ад! Защити Максима Сматанца здание! Трансляцию смотрели тысячи людей! К нам уже приходят новобранцы! Буду стараться, Клара! Я поговорю с Талей, вдруг смогу помочь! С творческими разногласиями! Шоу превратилось в дождь из дерьма! Паула сбежал! Максима Сматанца больше нет! Я тут кровью истекаю, и на Марии не царапины! Мы похерили ее завод! Билборды! Эта сука и бровью не повела! Она еще обратит на нас внимание! Маркеса устраивает экскурсию для иностранных журналистов! Я все выскажу ей прямо в рожу! У тебя вроде есть пресс-карты! Хочу устроить на экскурсии шоу, которое она не сможет игнорировать! Сечешь? Пустим шоу! Вот, теперь ты репортер! Фелиседадес! Отпад! С вами Талия Беневидес из... Урбан Гарден? Конио, да, неплохо! Возьми пушки, а то нас пристрелят! Переоденемся! Постой! Ты же... Сильвия Бальбоа, Гарден Сити. Урбан Гарден. Можно поскорее? Мария ждет. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Грассиэс, что проделали такой путь, чтобы побольше узнать про Вивира. Это гордость правительства Кастильо. Начнем. Вот так архитектура. Не путь. Сегодня я с радостью поделюсь с вами историей о иранском чуде, о Вивира, революционном лекарстве от рака. 13 лет назад доктор Эдгар Рейс, гениальный биохимик, открыл вещество, замедляющее рост раковых клеток, которое можно найти только в Яре. Но лишь благодаря поддержке президента Антона Кастильо мы смогли начать производство этого лекарства. Станьте свидетелями научного прорыва. Узнайте, что такое щедрость и истинный дух Яры. Прошу. Спасибо за экскурсию. Вы знаете, как угодить журналистам. Для вас что угодно, Николай. Все началось с никотияна Ярана, местного сорта табака, растущего на западе страны. Благодаря своему неповторимому аромату, он известен по всему миру. Решив выяснить, в чем причина его уникальности, доктор Рейс стал изучать свойства этого растения. И нет, это не значит, что он постоянно курил сигары. Он открыл вещество, которое замедляет деление раковых клеток. Почти останавливая его. Прошу сюда, друзья мои. Готовы продолжить приключение с Вивира? Доктор Рейс выяснил, что в натуральном табаке содержится лишь небольшое количество нужного вещества. Поэтому президент Кастильо поручил лучшим ученым Яры создать в сотрудничестве с доктором Рейсом натуральное удобрение. Его назвали PG-240. Оно увеличивает концентрацию действующего вещества в табаке благодаря генотерапии и нутриентам. Взгляните, у этого табака большие красные листья. Так действуют удобрения. Красиво. Си? Пуро, органико и экзотико. Разве нет? Кто-нибудь хочет опрыскать растения? Вот, нажмите на кнопку. Это так увлекательно. Отлично, доброволец. Вот так. Пока мы говорим, удобрения уже воссействуют на растения. Так начинается производство Вивира. Вас много критиковали за обход эмбарго при содействии Макея. Те, кто критикуют нас, хотят заработать на болезнях, на смерти. Мы для них угроза. Поэтому они всеми силами мешают нам. Сюда, пор фавор. Да, ближе, ближе. Не стесняйтесь. Пусть все меня слышат. В Центральной Яре наши лучшие ученые занимаются получением и обработкой ерантина, компоненту, позволяющего победить рак. Доктор Рейс считает, что мягкий вкус наших сигар тоже заслуга ерантина. Сплошные плюсы, да? Кстати, всего одна сигара в неделю позволяет мне сохранять форму. Я серьезно. Так, у меня все. Можете посмотреть интерактивные стенды. Когда закончите, встретимся у входа в зону отдыха. Там вас будет ждать гость. Поговаривают, что Пиджи-240 вызывает у яранских фермеров раковые заболевания. Это слухи, которые распространяют глупцы. Разумеется, все не так. Угу. Ясно. Ясно. Экскурсия подошла к концу. Но прежде чем мы уйдем, сюрприз. Встречайте, доктор Эдгар Рейс, человек, создавший Вивира. Доктор Рейс, спасибо, что вышли поприветствовать нас. Ах, мой бьен. Что ж, наслаждайтесь лучшим ромом Яре в нашем демонстрационном зале. Это лишь часть производимой нами продукции Вивира. Еще есть таблетки, спрей для носа, вагинальные суппозитории. Это, как сейчас говорят, тизер. Что ж, не стесняйтесь. Останяйтесь. Если у вас появятся вопросы, пишите моему ассистенту Хулио. Идемте, доктор Рейс, а то опоздаем. Нам тоже пора, давай скорее. Я сказала Бичу оставить наше оружие там. Готовься, сейчас зажжем. Ну, что теперь? Не торопись. Все путем. Не расслабляйся. О, стой. Не стреляй. Я просто ученый. Вон отсюда! Папуэра. Давай, снимай. Истинные яранцы. Привет. Наш сегодняшний выпуск особенный. Мария Пута Маркеса. Министр культуры и шлюшка дядюшки Антона. А также директор Яранской академии. Так? Там промывают мозги и приучают к покорности. Ты помнишь меня, да, Мария? Что? Не притворяйся! Талия, опусти пушку. Не надо. Ты... была в моем доме. Ты залила свою грязь на мой канал. Ты хоть представляешь, как мне было стыдно после твоего ужасного выступления? Я пожертвовала всем, чтобы занять свой пост. Думаешь, сможешь его отобрать? В моей академии спасают лжеяранцев, вроде тебя и Мари Мачо, которые тебе помогают. Где же она? Ей не нравится, что ты играешь с пушками. Черт. Так, идем, давай. Что случилось? Уведи ее отсюда. Черт. 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 Я нужен. КонON. Удом. Один хриб… Which acquaint… Продолжение следует... Продолжение следует... Знаешь, нам нужен Пауло. Он знает, как всё исправить. Пауло, небось, уже в Майами. Не-не-не-не-не, он ещё здесь. Дани, встретимся на маленькой горе к западу от аэропорта. Там есть бункер. Высматривай мексиканца. Это буду я. Ладно, ладно. Дыши, я уже выдвигаюсь. Клара, Мария Маркеса мертва. Знаю. Об этом говорят в новостях. Это не было частью плана. Если он у нас вообще был. Вы стали ей на первых строчках в чёрном списке Антона. Будь осторожен. Да, немногие люди на тебя рассчитывают. Говорят, в армии Кастильо много дезертиров. Кто знает. Возможно, он скоро сдастся. Всё мечтаешь, Клара? А то, конечно. Дани, нужно всё исправить. Я думал, Радио Либертад всё исправит. Да ни хрена подобного. Талия творит какую-то дичь. А я вообще не сплю. Пауло уехал, и всё пошло через жопу. Мой дилер клянётся, что видел его в аэропорту вместе с этим сучим Бэнбэ. Дани, Пауло нужно вернуть. Только он может оттащить талию от края пропасти Корнал. Я и сам пытался рвануть за Пауло. Дошёл до терминала, там бац! Кругом военные. Чуть в штаны не наложил. Ну, это, свалил оттуда. Ты ж знаешь, я солдатам не ровня. Ты должен вернуть Пауло. Ты должен всё исправить. Угу. Дани, будет лучше, если ты провернёшь всё по-тихому. Там куча солдат. Блин. Пауло, во что же ты ввязался? Как и мне, как и моим солдатам, как и всей Яре, не будет покоя, пока мерзавцев не настигнет правосудия. Казнь Клары Гарсии, участников Максима Сматанса и всех террористов из Либертад будет транслироваться по телевидению. Ответом на их ложь станет истинное иранское правосудие и закон. Я даю вам слово. Класс. Заперто. Ола, Рохас. Так хочется думать, что ты пришёл повидаться со своим другом Бэмби, но мы оба знаем, что ты ищешь Пауло. Где он? Прямо сейчас должен был улететь в Майами первым классом. Но ты его сдал. Нет, нет, эта жизнь преподнесла мне сюрприз. Меня ждали солдадос. Так что пришлось пойти на сделку. А вот когда ты его сдал. Я получил свободу и проценты. Но у меня всё-таки есть сердце. Я скажу, куда забрали Пауло. Он на курорте в Барьяле. Если с ним что-то случилось, тебе конец. Ох уж эти обещания. Лучше поспеши, Рохас. Пауло не в самых надёжных руках. Здесь не полетаешь. Лучше выбрать другое место. Неидентифицированный пилот. Вы находитесь в запретной зоне. Немедленно приземлитесь. Чёрт! Эй, Пичо. Ты выручил Пауло. Настоящий герой Яры. Помолчи хоть секунду. Его схватили. И увезли нахера в курорт. Курорт? О чём ты вообще? Пауло в норме? А курорт хороший? Пичо. Позвоню, как найду его, ладно? Заброшенные шахты даже не прибавляют за собой. Зачем тащить Пауло в такое место? Пауло! Пауло! Он здесь? Пауло! Пауло! Тише, Дианя. Тише. Люблю новые телефоны. Тонкие. Моя часть прогресса. Так меня учил Кастильо. Посмотри на Вивиру. Ничего бы не получилось. Не будь лагерей для изгоев. Из сирот, вроде тебя, выходят лучшие подопытные. А еще из бедняков и других маргиналов. Здесь полкубика PG-240. Вы зовете его ядом. И он поступает в твою кровь. Доктор прописан. Стоит лишь позвонить. Перекрыть коридор. Открывай-то глазки, Даня. Скучали у шлепки? Талия. Давай, Карин, все в норме. Я с тобой. У меня что-то внутри. О, боже, он мне что-то вживил. Тащи к Матерсу. Скорее! Да-да, встретимся там. Маттиас, мне нужна помощь. Дани, я сейчас не могу говорить. Паула с Талией уже в пути. Херафель, доктор. Отравил меня. Как вывести яд? Так, тебе придется добраться до моей клиники. Дорога на север ведет прямо туда. Все ясно? Дани, Дани! Тачка. Нужна тачка. Я не дойду пешком. Сустрее Дани. Тебе нужно к Матерсу. Дани, чисто из научного интереса. Скажи, как ты себя чувствуешь? Ты просто глюк. PG-240 уже должно было преодолеть гематоэнцефалический барьер. Заткнись! При гиблии нервных клеток они беспорядочно возбуждаются. Подсознание берет вену. Завали пасть! Одна просьба. Сохрани свое тело для последующей аутопсии. Черт! Тебе плевать на Либерталт и на Кастильо. Ты просто любишь стрелять. Лита? Нет. Опять глюки. Как ты не поймешь? Нас не должно было быть на том корабле, Дани. Все из-за тебя. Нам пришлось бежать. Кастильо хватал всех без разбору. Нет, Дани. Он искал тебя. Мне стоило остаться с Кларой, но я отправилась в город попрощаться с тобой. Откуда мне было знать? Ты занял мое место в Либерталт. Бросил меня гнить на берегу. Там должен был остаться ты. Мне так жаль. Каково это, когда тебе всегда везет. Нет, 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 нет. Автосервис Сиротки. Такая у тебя была американская мечта. Ужасное название. Мастер на все руки. Звучит куда круче. Олега? Сиротки могут рассчитывать только на перепихон из жалости. А на меня, американки, вежелись бы пачками. Ты не должен был умереть. Все случилось так быстро. Ты не должен был умереть? И это все, что ты можешь мне сказать, Дани? Ты оставил мой труп на крыше. Нас бы тоже убили. Когда пуля прошила мой мозг, я не лишился зрения. Прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как вы следы меня бросили. Олега. Прошу. Хватит. Везучая сволочь. Почему ты живешь, а другие умирают? Пошел ты. Пора я тебе подохнуть. Маттиас. Маттиас. Дани, потом ты. Паула, держи ее. Зачем оставил? Зачем оставил? Это сраный Бэмби. Кап прогнозный. Только не так, не так. Нет, мы должны были умереть вместе, помнишь? Дани, что ты делаешь? Дани! Послушай, Дани, положи нож. Попадай смеху, Дани. С возвращением, Дубина. Как талия? Вам повезло, что у вас есть лучший врач во всей Яре. Где Паула? Вышел. Сказал, надо планировать войну. Блин. Еще раз вспоришь живот, больше не буду тебя латать. Битчер рехнулся. Орал что-то про Бэмбе, мол, он виноват в том, что случилось с Талией, тобой и мной. Похоже, он отправился его искать. Ушел ночью, когда мы спали. Вообще не представляю, как этот дурень собрался его выслеживать. Битчер всегда нас прикрывал. И мы никогда... Короче, найди засранца, ладно? Идет война. Я хочу сплотить наших ребят, обучить их. Мы своих не бросаем. Даже Бичо. Удачи. Сейчас каждый повстанец на вес золота. Так, я иду. Походу, Бэмби прячется на плантации, в старой вальчуге для рабов. Битчо. 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 Ты думал, придешь сюда и все исправишь. Но твой план трещит по швам, верно? Да что ты можешь знать? Я знаю, ты не убийца. Взгляни на себя. Ты весь дрожишь. Ты испуганный крысеныш, паразит. Да. Только берешь и берешь. Бичо, не слушай его. Ты впрямь, Бичо. Жук, жалкий кровосос. Так, так, так. Стоп. Ты не Жук и не Бичо. Так как тебя зовут? Хочешь исправить что-то? Так давай, стреляй. Заткнись сейчас же, сука. Меня зовут Пас. Да, да. Лады, ты Пас. Тебя зовут Пас. Ты не Бичо. Ты не Жук. Ты Пас. И ты нужен нам. Ясно? Крепкий чемат. Ты кусок дерьма. Зато не вру своим друзьям. Это не важно, но... Я пытался помочь Паулу. Правда. Паулу. Дани, скажи, что Бичо цел. Сы. Я не дал ему натворить глупостей. Перенервничал, но жить будет. Ох, слава богу. А что Бэмбе? Жив. Поганая змеюка. Черт. Не это я надеялся услышать. Паулу, такие как Бэмбе будут всегда. А Бичо у нас уникальный. Когда вернется, расскажи, как на самом деле к нему относишься. Ему это будет очень кстати. Конечно. Обещаю. Спасибо, Дани. Дани, как ты себя чувствуешь? Нормально. Грациас. Покажу друзьям новый крутой шрам. Шутки шутками, Дани. Такое не проходит бесследно для психики. Слушай, у нас тут все паршиво. У Талии инфекция, а лекарства заканчиваются. У Кастильо точно что-то найдется. Думаем об одном и том же. Проверь три КПП вдоль дороги к западу от моей клиники. Скорей, Дани. От этого зависит жизнь Талии. Мне не сказали, что будут гости. Она все молчит. Сы, все в сборе. Надо убить, Альдоктора. Ты оставайся здесь. Нам пора идти. Мы ведь их не бросим. Нет. Максимус Матансас, это Либертад. По записям из зоопарка Кастильо ясно, чего стоит его рай. Нам уже помогли тысячи людей. Радио Либертад вдохновит еще многих. Но у нас есть другие дела. Мария мертва. Новая цель Вивиро. Кастильо получает деньги благодаря Эльдоктору. А он в столице. Нет, не там. Мои люди следят за ним. Да я его знаю. Эльдоктор влюблен в свою работу. Он не сбежит. Матья знает. Серхио Эстерс, помощник Эльдоктора. Убил сотню людей на пробах лекарства. Вот через него и найдем. Ты ведь хотел бежать в Америку. Поздно Кахонас отрастил. Я так и знал, что ты служил. Паоло. Ты прав. Я не лидер. Но подумай, только ты решил уйти, как Талия начала казнить людей. Революция хаотична. Но лидер привносит порядок. Идем. Решай, Дани. Педро Тореро. Вот кто был музыкант, что надо. Так, мама и папа ушли. Схватим Серхио. Я его найду. И мы займемся Эльдоктором. Эй, Малерти! Крутой дом. Хорошо быть истинным неранцем. Заглянув-то. Цель нужно найти! Эй, это Паоло. Подумал, что тебе стоит знать, какой Серхио уру. Команьер направил тысячи кошмарных опытов над изгоями. Он пытал даже детей Дани. Проклятый мерзавец. Все ради того, чтобы биовидор взлетело. Коль, я убью этого блюда. Конечно, Серхио. Паоло, это ты прислал подмогу? Сэй, мои люди разберутся, Сольдатус. Попытайся найти Серхио. Грасис. С кем ты говорил, Серхио? Серхио, это Эдгар Рейс. Тебя ищут мятежники. Приезжай ко мне и будешь в безопасности. Мы с Кастильо не хотим тебя потерять. Наша работа не закончена. Их одепута предупредили. Матиас. Эль Доктора, кто-то предупредил о нас. Серхио сбежал. Мы с Паоло скоро будем. Не дай этому говняку сбежать. Он поганый убийца. Нужно добраться до Марины. Серхио может попытаться скрыться по воде. Хвоста нет. Вот ты где, истинного еранца-кусок. Попал. Черт. Вторая степень сотрясения. Рваная рана. Еще вывих плеча. Матиас. Вылечишь меня, чтобы доказать, что ты лучше, как врач? Где Эль Доктор, мать твою? Центр обработки Вивира. Здание 13. Паоло, ты че, блин? Эль Доктор создал лагеря для изгоев при поддержке таких, как он. Ничего, никакого дерьма не случилось бы без этих врачей. Нахер. Тварей не жалко. И серьезная травма черепа. Черт. Дани, встретимся у вышки рядом с лабораторией Биовиды. Пора заглянуть в гости к Эль Доктору. Давно пора. Сегодня он умрет. Нанесем Кастилье удар по самому чувствительному месту, по его кошельку. Ничего себе, Паоло. Я даже улыбнулся. Скоро увидимся. Номер 13. Мы на месте. Вивира. Изгои. В их появлении виноват один род, и он прячется здесь. Думаю, чтобы все прошло гладко, придется разделиться. Я возьму с собой проверенных ребят. Мы заложим взрывчатку и пустим производство Вивира коту под хвост. А тебе досталось самое сложное. Найди способ пробраться внутрь и убей этого ублюдка. Либо мы, либо он. Другого шанса его прикончить у нас не будет. Ты открыл мне глаза, Дани. Я убегал от Кастильи, от Марии, от всех. Теперь пусть эти суки сами меня боятся. Это ради Талии. Мы угробим этого больного ублюдка. Мы угробим этого больного ублюдка. Дани, враг ожидает попадения с главного входа. Попробуй пробраться по крышам. И напасть сверху? Попробовать стоит. Вижу ты! Аааа! Да ладно, верно! Так, я попаду на крышу. Дани, что происходит? Внутрь проще всего попасть с пушкой. Там укрепление, как в бункере. Тебе нужно будет найти способ попасть внутрь. Ясно. Попробуй прожать в такой путь. Попробуй прожать. Они пишут, что мы все софт. Уберите их! Нас отставали террористы! Защищайте ее! Это наш путь к возрождению Рая! Это Доктор Чудовище! Мочи их, Павло! Не терпите разритории! Они решили еще и все, что нас волнули! Побейте их! Ты как? Идти можешь? Можно! Дани, ты второй раз рвешься поучаствовать в моих экспериментах! Ты больной ходолог! Я видел, что делает Вивира! И грохнуть тебя мне будет вдвойне приятно! Сразу переходишь к делу! А ты знал, что в концентрированных дозах удобрение PG-240 наносит организму непоправимый вред! Пошел ты! Я прикончу тебя быстрее, чем рак! Пошел! Остан... Может быть... Остану себе твой мозг и задержаюсь! Остану себе твой мозг и задержаюсь! Остану себе скормлю свою собаку, а ее полезно накостить! Сраная права! Ты от меня не уйдешь! Я не могу без самоконтроля оперировать пациента, который находится в сознании. Да где ты? В настояде нет ничего приятного, чем мелко нарезать кожу. Кто из вас настоящий? Лучше подобные сироты. Они так стараются у когетов. Мне дело до их смерти. Считай, что ты труп! Слышишь? Эй, доктор! Встретимся в аду! Пауло, эй, доктор подох. Прекрасно, Дани! Ты справился! Слушай, что дальше будет с этими людьми? Ты уже сделал для них все, что мог. Нужно уходить. Релахнся, Михенто! Хуан уже летит к вам на вертолете! Хуан? А как ты... Думаешь, я не допер бы, что вы, детишки, задумали? Местной столбом освободим мне посадочную площадку? Пауло, встретимся на площадке. Хуан? Спасибо. Страх у нас. Пауло, явно, хернёй не страдал. Прекратите огонь, повстанцы. Сейчас я вас заберу. Мерда. Что, доктор? Мёртв. Какая трагедия? Богиня Победы сегодня с нами. Наслаждайтесь. Завтра она будет трахаться с кем-нибудь другим. Ты что, не слушал Педро Тореро? Потерянное поколение. Он вообще замолкает? Нет. Толия! Михо! Ты чуть не погибла. Ну уж нет. Эль, доктор! Мёртв. А дальше Кастильо. Ты какой-то... другой. Было время подумать, Михо. Значит, пойдёшь со мной на эсперанцу? Я-то пойду. И с радостью пущу Кастильо пуль в лоб. Но и ты помни, что обещала мне. Легко говорить о семье и равенстве, когда не правишь страной. Когда ваш бой стихнет, мой будет только начинаться. Тогда сделаем заявление. Бильчо! Си, капитан. Ваша светлость, то есть хефа. Меня звать Пас. Пас. Дашь нашему новому команданту высказаться на радио Либертат? Да, конечно. Ты ведь расскажешь, что Либертат придумала я? Чёрт, какая ты упертая. Бесит эта дебильная музыка. Да уж, не Педро Тореро. Это верно, Дани. Ла революцион вендра. Ми пуэбло но агуантамас. Ай, кон ла яра унида ми ерманот. И аки венимос пара лучар. Эти яранцы. Эти террористы мучат нас и не думают о Яре. Им нужен лишь хаос. Им... Диего. Си, папа. Им нужен лишь хаос. Да, пусть так. Ты это уже говорил. Да. Проверил? Си, сеньор Просиденте. Он звонит в каждый час, сеньор Просиденте. Ола, фашист. Я знаю этот голос. Как тебе мой подарок? Рейс мёрт. Вот это неожиданность. Добытые сведения позволили нам украсть десять партий твоего Вивира. Позвольте задать вопрос. Мисс Гарсиа, я умру, яро вспыхнет. И что вы будете делать? Танцевать? Вокруг костра и петь? Инга, как ты узнал, фашист? Для тебя я сеньор Просидента! Врубай камеру. Я готов говорить с народом. Папа. Что? Что? Вышим. Понял, сеньор Просиденте. С великой скорбью я вынужден сообщить, что наш герой мёртв. Доктор Эдгар Рейс. Он был гением-создателем Вивира. И моим близким другом. Лара, я рядом с Элестой. История повторяется. В каком смысле? В этих местах рождаются легенды Дании. В Элестой началась революция шестьдесят седьмого. Повстанцы под предводительством Эль Тигры, Фортовы, Лоренцо и Лобо свергли отца Кастильо, Габриэля. Теперь всё повторяется с Либертат. Они знают, что я иду с хорошими новостями? Эль Тигры очень, очень взволнован. Честное слово. Серьёзно? Эль Тигры? Да. А ты мальчишка, о котором говорила Клара. Избранный Либертат. Я не мальчишка. Конечно. Ты, Бебе Тигры, расслабься. Со мной ты точно не станешь новым трофеем Бенидас. Что за Бенидас? Глава флота Кастильо. Ещё та тварь. Любит вешать предателей, чтобы про них знали во всём Олеста. Что ж, я сейчас в Олеста. Чудесно. Чудесно. Что? Весёлая ночка? Вчера Ром и Кола текли рекой о Бебе Тигре. В основном... Ром и Кола текли рекой о Бебе Тигре. В основном, Ром. Бывает. Я скину тебе несколько фоток, чтобы ты нас нашёл. Это типа... Краб? Си. Позвони, как доберёшься. И возьми скалолазную снарягу. Давай, лезь на гору. Мы уже заждались тебя, Бебе Тигре. Эль Тигре, я у вашего краба. Очень креативный. Лоранца художник. А мы, повстанцы, похожи на крабов. Чем? Клешнями? Они идут к океану, чтобы дать потомство. Мы пришли из океана, чтобы дать миру ла революсион. Си. Понятно. Держись, тропы, что ведёт наверх. Путь очень лёгкий. Повстанец должен быть ловким, как коза. Коза? Только что крабы были. Алло, Библика. От водопада открывается такой путь. Стена 67-го. Это история. Бабушка говорила, если пойти за водопад, то окажешься на тропе, которая ведёт в тайный лагерь легенд. Легенд? А они ещё живы? Кто как говорит. Бабушка... Конё. Кто как говорит. Бабушка твердит, что на той неделе ужинала с Лоренцо. Ну, она и со своей мёртвой кузине болтается. Похоже на водопад с фотки Эль-Тигра. Надо туда забраться. Я у водопада с фотографией. Её сделали после кровавой битвы. Мы три дня прятались и не зря. Смогли убить целый взвод парашютистов. Лучшие друзья повстанца. Ум и терпение. Связка гранат тоже пригодится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. В тот день водопад стал красным. Ну, открови. Где к сольдаду, чтобы убили? Потому что их было много. Да, понял. Я на месте следующей фотки. Дай угадаю. Повстанцы как акулы? Хищники с острыми как клыки кинжалами? Да нет. Просто камень похож на акулу. А кто это болтается снизу? Это фортовая. Мы не знали, когда на лагерь нападут сольдадос. Пришлось прокладывать быстрые маршруты вверх и вниз. Фортовая всегда вызывалась проверить, всё ли надёжно. Смело. Так и ты не из трусливых. Мне Клара рассказывала. Знаешь, я тоже рос без родителей. И всё равно стал легендой. Ха-ха-ха-ха. Многие повстанцы-сироты Бебе-Тигра. Нас определяет не семья, а поступки. Как психотерапия. Маш running. Всё sistema. Эта жида. Сotaирапия. Эль-Тигра, я у статуи. А, Лобо. Революционер, боец. Мой близкий друг. Он погиб в бою, когда мы штурмовали Эсперанса в 67-м. Вчера как раз была годовщина его смерти. Ясно, с чего ты похмельный. Каждый год в этот день я выпиваю две бутылки рома. За себя и за Лобо. Ни он, ни я так и не увидели Яру свободной. Больше фоток нет. Фелисиданес, ты на вершине мира. Спускайся сюда, а то все веселье пропустишь. Никогда же его не пропускаешь. Отец опять загремел в больнице. Спор, Павел. Отправлено, но в лагере не спорят. Эль-Тигра! Оладание! Какого? Ты в ловушке. Смерть смотрит тебе в глаза. Что будешь делать? Меня кучу разбили по яйцам. Я их с 72-го не чувствую. Не делай так больше. Что? Микаса и сука, Сабабе-Тигра. Пойдем, познакомлюсь с семьей. Портовая, мне сломали нос. Я тебе не мамочка. Есть люди, которым и правда нужна помощь. О, ну я страдаю. Эй, полегче. Герпес не в счет. Это Лоренцо Консека. Поэт-легенд. О, я чую горячую кровь бойца. И, конечно же, фортовая. Сердце-легенд. Он не сломан. Разве? Я слышал хруст Мьерда! Новый пациент? Хм, похоже, из Ламураль. Я Дани Рохас из Либертад. Новый кулак революции. Нет, я от Клары. Либертад просит легенд о помощи. Люди верят в вас. Сражаться с Кастильо? Яра полностью его заслуживает. Буэносуэрте. Прости, хватит с нас революций. Видать, Клара ошиблась. Не расстраивайся. Им нужно получше тебя узнать. Ты приходи, как освоишься. Бэби-тигра! Клара, я встретился с легендами. Только Эль-тигра согласился помочь в Либертад. Сделай все, что потребуется, чтобы они к нам присоединились. Людям нужны герои. Надеюсь, легенды все еще хотят ими быть. Георгическая позиция. Есть такое. Но главная задача... Уделяйте... Медикаменты для клиники Фартовой стало невозможно. Я подкупил пилота, чтобы он сбросил для нас припасы. Скажем, Фартовой, что это подарок от Либертад. Вот и повод для дружбы. Отличный план, верно? Ну, был бы отличным, если бы какой-то их адепута не сбил мой вертолет. Забери припасы, Баба-Тигра, пока их не растащили. Помни три правила повстанца. Никогда не стой на месте, будь на чеку и убивай врагов раньше, чем они убьют тебя. Все было нормально, пока Клара не прислала к нам своего бешеного. Клара? Из Либертад? Что ей нужно? Хочет привлечь легенд к своей безрассудной борьбе. Хотел бы я снова увидеть легенд в деле. Ты вроде больше не работаешь у Макея. А говоришь так, будто надышался ядовитых паров. Я так понимаю, ты из Эсперанции. Кажись, вот и припасы. Бедную жесть. Эти вот люди могут добраться до любого берега Яры и продолжить внести в наши земли хаос и носить. Как-то слишком легко. Фебула! Кто вы? Мы из Ламураль, а Элесты — это наш край. Наш край и лекарства наши. Ты эту речь разучивала? Ага. Это принадлежит Либертад. А, Либертад! Я знала, вы попросите о помощи. Сразимся с Кастилью вместе. Я Ханрон. Правая рука. Раз, квадро. Неплохо. Я Дани. Дани Рохас. Ага. Солдаты! Вон там! У птички! Гасите их! Будет вам как-то. Для меня. Нет ничего. Тут еще эти двари! Мои? Вы побегут туда! А вас забыл! Вижу цели! Южная сторона! Принято! Не оставаться! Граната! Надо линять! Фигария! А кто меня сюда прислал? Безумие! Не знаю, как мы выжили! Похоже, все чисто. Давай сюда, Дани. Неплохо, Либертад. Но эти припасы нужны Елене. У нас раненые. Елена твой босс? Да. Она мне зад надерет, если вернусь ни с чем. А Клара надерет зад мне, если не принесу лекарства легендам. Либертад вербует легенд? Да ладно! Все думают, что они мертвы. Еще как живы. В Ла Мораль считают, они бесполезны. Но они дорого заплатили. Очень дорого. Чтобы папа Антона не стало. Давай так. Отдай мне припасы, а я вас познакомлю. Ах, Коню. Елена меня убьет. Но зато я все-таки повстречаюсь с легендами. Тогда не подгони вертолет. А потом мы все обсудим. Ты в Ла Мораль? В Либертад. Как скажешь. Ладно. Погнали! Таня, у тебя припасы. Палапинга! Эль Тигре! Кулак Революцион! Распишись мне на штанах! Комас и яма, саньорита. Ханрон. Я из Ла Мораль. Ла Мораль? Террористы. Ханрон, это Лорен. Я знаю, кто это. И он явно хотел сказать повстанцы. Какие вы повстанцы? Обычные бандиты. Зато мы не прячемся в горах, когда все летит к чертям. Видели, что вокруг творится? Загляните на объект Беовида. Ну же, вперед! Легенды не подчиняются анархистам. Мэйн Тьянде. Хватит, Лоренсон. Вот как? Нахер иди! Тогда мы оставим все себе. Это наша революция, не ваша. Сегодня один фермер попал в перестрелку. У него пуля в животе. Без лекарств он не доживет до завтра. Фартовая. Люди нередко страдают из-за Ла Мораль. Есть разница между игрой Войнушку и реальной Ла Революцион. Эль Тигре. Сы? Они любят поучать. А Буэллос хотят жить в прошлом, пожалуйста. А Кьен Ли Импорт? Прихвачу пару сувениров. Заходи, как сможешь. Эти лекарства спасут жизни многим повстанцам. Грациас. Фартовая тоже тебе признательна, хоть и скрывает это. Привезти сюда Ла Мораль было хорошей идеей. Молодняк расшевелит нас. Теперь нам нужно убедить Лоренцо. Здешние стариканы к нему прислушиваются. Хонрон сказала, что ему нужно заглянуть в Беовиду. Но заставляет Лоренцо что-то делать, все равно что тащить танк из болота. Боком. Я напомню ему, за что мы боролись. А ты притащишь к нему Беовиду. Всего-то надо тихо туда пробраться, сфотографировать все подозрительное и смыться. В их исследовательском центре оружие больше, чем лабораторных халатов. Они что-то скрывают, Бе-Бе Тигры. Нам нужно выяснить, что именно. И сунуть это под нос Лоренцо. Надеюсь, ты умеешь делать фото. И чтобы, как там у вас, без фильтров. Но я твой врач и твой друг. И таблеток ты больше не получишь. Ладно, прости. Вот так зверюга. Да, не да. Привет. Бе-Бе Тигры. Раз ты на объекте, попробуй там кое-кого разыскать. Кого? Габриэлу. Девушку из рыбацкой деревни. Она приносила нам еду и припасы. Лоренцо дразнило ее из-за татуировок и странного цвета волос. Ее визиты были нам в радость. Но однажды она сказала, что уезжает из Яры. Больше я ее не видел. Сосед говорит, вроде бы она на этом объекте не увидит. Татухи и яркие волосы. Запомнил. Грациас. Я за нее волнуюсь. Вдруг что-то случилось. Бинго. Да что же эти суки творят с людьми? Вдруг что-то случилось. О, эргуст. Всех убили. Меня сейчас тошнит. Кастильо, блин, ты чудовище. Нужны еще фуке. Для борьбы с террористов, что угрожают пьяне, нужны силы и юноши, и девушки. У меня плохое предчувствие. Свет горит. Интересно, там кто-то есть? Лекарство от рака. Уж конечно. Что они делают с людьми? Этого хватит, чтобы убедить Лоренцо. Эль Тигре, фото у меня. Ты не поверишь, что делают с нашим народом? Это ужасно. Я-то поверю, а вот Лоренцо придется убеждать. Что там с Габриэлой? Не знаю, как сказать. Ее больше нет. Ах, как чувствовал. Ладно, неси фотки в лагерь. Пора Лоренцо снять розовые очки. Мы были детьми, Эль Тигра. Лоренцо, я сфоткал место, о котором говорил Иханрон. Листай, влево. Они свободны. Мерда. Вот с чем борются Либертад и Ла Мораль. Можешь ненавидеть нас, но мы хоть что-то делаем. Так не должно быть, Лоренцо. Такое происходит по всей Яре. Просто этого не видно с вершины горы. Я не могу на это смотреть. Я не выбирал Кастильо. Война позади. Значит, все было зря? Листа Биен засомневался. Равно, что Хальдадос еще не разбомбили тут все. А ведь я равнялась на этих Ансьянос. Не трать время зря. Мы и без них освободим Элеста. Ты должен поговорить с моим боссом, Еленой. И посмотреть, чем мы занимаемся. Загляни к нам в Эля Гухера. Это крутецкий штаб Ла Мораль в Концепционе. Скажи охране на входе пароль. Муерто Эль Перро, се акабо ла Рабия. Я сообщу Елене, что ты в пути. Дани, ты сейчас где? По-моему, он близко. Для справки, Елена наш босс. Я капитан команды. Ну, а Гельберта ты точно не пропустишь. Почему? Кто это? Всего-то самый расчудесный шпион во всей Аре. В Элеста даже пёрнуть нельзя, чтобы его осведомители не услышали. Шпионы, хакеры. Ла Мораль, всё серьёзно. И ещё крак. Кстати, если ты ещё не в курсе, в Концепционе действует комендантский час. Стоит солнцу сесть, как выходит с Аль Дадос. Спасибо, учту. Понял. У меня тут вертолёт. Звони, когда доберёшься. Ханрон, я в Концепционе. Где искать Ла Мораль? Я скину фотку. И кретную. Что же там такое? Она поможет тебе найти вход. Не забудь порой. И помни про комендантский час. Внимание, жители Концепционе! Напоминаю, что ночью в городе действует комендантский час. Спасибо. Нужно шесть добровольцев. Я поговорю со своими. Люди Большого Хорхи и Анны уже на корабле. Ты Елена? Мьерта. Да, они, да? Где лекарства? В смысле, лекарства Либертат? Я отдал их легендам. Нет. Ты отдал их пенсионерам с ручем в подгузнике на вершине горы. Зачем тебе это? Чтобы покончить с Кастильо, нужны не только пули и бойцы. Как ни крути, яранцы любят легенд. Клара Гарсия любит политику. Но поднимут ли деды свои жопы? Нам нужна помощь Ла Мораль. Клара ведь не рассказывала о нас. Мы для неё дети, играющие в войнушку. Она любит трещать о будущем. Но о своём, не нашем. Клара это Кастильо без члена. Значит, у тебя есть план получше? Сначала пули, потом политика. Тебе нужны добровольцы? Адмирал Бенитос напала на нас пару часов назад. Держит моих людей на грузовом корабле. Я пойду. Один? Не понимаю. Будем вращать из-за лекарства. Спаси моих людей, там посмотрим! Угу. Серьёзно? Либертад? Да ладно! Ты выручишь наших, да? Собираюсь. У меня есть знакомый фермер с вертолётом. Он отвезёт тебя к кораблю. Давай за мной. Консерфиона, напоминаем, что ночью в городе действует комендарция. В ваших интересах соблюдать правила, установленные правительством ради вашей безопасности. Увы, у них не было дельчинок. И помидоров тоже нет. Возьми подсовку. Ни свежих, ни консервированных. Пусть их помягче. Различно, андоп. Я подсовываю, всё хорошо. Ты из Либертад? Ага. Я думаю, нам стоит объединить усилия. Да? Мы сражаемся и побеждаем. Но у Адмирала Бенитос всегда будет больше ресурсов, чем у нас. Сегодня убиваем одного Сальдадона. Ты куда это? Так вот. Сегодня убиваем одного Сальдадона. Завтра присылают ещё троих. А когда погибают люди из Ла Мораль? Их заменить неким? Надь я. Да и фермеры, и другие простые люди не хотят драться. Им бы просто выжить. Нам нужна свежая гофь. Бойцы. А если попросить о помощи легенд? Пробовали. Хотя Абуэллос тоже не хотят драки. Слышал, некоторые вообще за Кастилью. Неправда. Ну, пока я не видел, чтобы Абуэллос сражались. Я работаю над этим. А откуда у этих фермеров вертолёт? Собрали из обломков сбитых вертушек. Бинго. Эти фермеры полностью на нашей стороне. А другие фермеры и нет? То как. Некоторые нет. Думаешь, мы сможем их переманить? Без их поддержки нам не освободить Элестера. Может, они присоединятся, если услышат, что нам помогает Либертад. Вы тут у всех на слуху, Дани. Собираешься спасать людей? Елена звонила. Тебя надо подбросить? Ну да, погнали. Залезай. Меня зовут Каликсто. Дани. Буду лететь осторожно и не слишком высоко. Высажу тебя как можно ближе. Где ты научился управлять вертолётом? Был пилотом на действительной службе пару лет назад. Но меня выперли. Назвал капитана Камомьерда. А меня выперли из пехоты. Сержант-инструктор получил в Кадык, и ему почему-то не понравилось. А, учту. Я раньше тебя не видел. Ты давно вступил в Ламораль? Постой! Мне сказали, что ты из Ламораль. Я просто помогаю им. Я из Либертад. Что расскажешь о Ламораль? Знаешь эту деревню? Называется Мальдито. Реально? Проклятые? Да. Какой-то испанец выбрал название в конце 15 века. Пару месяцев назад адмирал Бенитес решил объявить рыбалку вне закона. Народ возмутился. И Бенитес казнила половину деревни. И знаешь, что сделали люди Ламораль? Нашли и убили всех солдадос, которые участвовали в казни. И я говорю не о засадах в джунглях. Нет. Ламораль узнали, где живут эти мрази. И перерезали им глотки, пока те спали. Прям как ассасины. Молодцы ребята. Умные. Собранные. И нервы у них стальные. Похоже на то. Это перевал Шауп. Мы следим за конвоями, которые тут проходят. И докладываем Ламораль. Похоже они знают, что делают. Да, смышленые ребята. У Елены все организовано лучше, чем в армии. Ламораль помогает нам. Когда адмирал Бенитес начала докапываться до наших семей, Ламораль нам помогли. Они убили всех солдадос, которые появлялись на наших землях. Очень скоро они поняли намек. Вот и корабль. Ближе не подлечу. Эй, не надо. Грася, сме, амиго. Удачи со спасением пленников. Открепление нам тут ни к чему. О, не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мы молоды и должны пить, трахаться и школу прогуливать. Родители уже украли. У нас наше будущее. С чего нам париться? Раньше я думала так. Но однажды адмирал Бенитес вошла к нам в аудиторию с пушкой. Она называла, они выходили друг за другом. Альварес, Бермудес, Карильо. Среди их преступлений были протесты, раздачи листовок, лайки, постам Клары. Фернандес, Хименес, Пенья. Я усвоила в школе один урок. Ты действуешь и тогда творишь историю. Или ты ждешь и уходишь в нее. Мудро сказано, подруга. Ла Мораль нужны еще люди. Смотря кто. Что? У вас возрастной ценз? Уж я не пожалею крови. Если возьмете. Добро пожаловать в ЕХА. Ха-ха! Ферсу! Как избавимся от адмирала? Отжимания? Это первый шаг к победе! Отель Грант, Дани. Это ключ. Есть у меня на примете один конвой. Нет. Нам нужен Карлита. Я только что понял. Ты только что порезал руку. Уверен, что стоит отжиматься? Что тут скажешь? Твоя речь меня взбодрила. Ти! Когда ты приставила пушку себе к башке и спустила курок, я офигела! Вышло просто потрясно! Дани, нужно заняться нашей проблемкой в отеле. Что ты сразу не сказала? Захватим с собой Карлита, и отель, считай, уже наш? Нет! Остановить конвой Бенитос важнее! Похоже, мы подходим к проблеме с разных позиций. Но неважно, с чего именно мы начнем, итог будет одним и тем же. Бенитос! Бенитос! Если вынудим ее рассредоточить силы в трех направлениях, база станет уязвима. Тогда мы и нападем. Говоришь, прям как фортовая. Она всегда думает наперед, хоть и не любит технику. Ты про ноутбуки? Да. В ущелье Сомбриада живут фермеры. Они фанаты Ла Мораль. По правде сказать, они мои фанаты. Состояли в фан-клубе, когда я играла за сборную. Они навели нас на конвой, который всегда проходит через перевал Шауп. Вместе мы придумали план нападения. Я сказала им, чтобы они сидели тихо, пока не услышат слово «наклбол». Никто не знает, что везет конвой, но точно что-то ценное. Бенитос всегда приставляет к нему безумную охрану. Сотню сальдадес. Дани, на конвой нужно напасть. Я уверена, что ты справишься сам. Но мои люди готовы тебе помочь, если ты этого захочешь. Я прослежу за конвоем и дам знать, когда он приблизится к перевалу. Не знаю, как ты, а я обожаю нападать на конвои. Какая вещь, Елена. Краще, что не выстрелила в мою голову. Эй, Дани! Собрал фермеров, чтобы напасть на конвой? Не забудь сказать «наклбол». Ещё нет. Думаешь, я не справлюсь сам? Нужно, чтобы люди ощущали себя частью общего дела. У них есть гранатомёты и другие чёткие штуки. И помни, один в поле не воин. Так мы же в горы идём. Ясно. Ну тогда всем в Элесты можно топать на пляж, а ты пока порешаешь Кастильо. Да это шутка. Я постараюсь собрать твоих фанатов. Грациас. Нужна помощь? Слово «наклбол» о чём-нибудь тебе говорит? Конечно. Нужно идти к перевалу? Сы, встретимся там. Это ведь ты вытащил наших с грузового корабля, но... Да, я. Там был и мой брат. Мучас грасиас. Да надо. Вперёд, разберёмся с конвоем. Принесу миномёт. Да, добавим огня! Как жизнь? Скажи-ка, о чём тебе говорит слово «наклбол»? О том, что нужно устроить засаду на перевале, расхерачить там конвой, забрать у солдат всё, что есть, и сражаться вместе с Ханрон. Карахо, ты готов? Я ждал этого приказа несколько месяцев. Вам у нас, время не ждёт. Давно ждал случая пальнуть из гранатомёта. РПГ к бою готов. Забудь про кокосы. Время наклбола. Пинго. Я думала, этот день не настанет. Нужно разозлить Бенитос. Пусть рассредоточат силы. Звучит охеренно. Увидимся у перевала. Я притащу дорожные шипы. Перфекто. Боты пригодились. Хорошая лошадка. Тише. Дани, конвой почти на перевале. Ясно, Ханрон. Готов? Вот я, да. Момент так себе. Знаю, знаю. Скоро буду. Не расстрели меня. Врыво. Бейся. Чёрт. Нам нужен этот груз. Пинго! Не подпускай деньги к нему. Я ещё жива! Не всех каменверт изположили! Пинго! Я ещё жива! Ну, открывай! Джекпот! Это поможет, Ун Монтон. Слышала про нападение на конвой. Сы. Ханрон уже везёт вам бабло. Отлично, Дани. Деньги нам сейчас будут очень кстати. Адмирал Бенитос усилила патрули, так что аккуратней на дорогах. Окей. Оля. Оля. Короче, доберись до гранд-отеля Кабальера. Раньше это был курорт для богатых туристов. Но Бенитос перепрофилировала его в тюрьму с камерой пыток. Туда отвезли одного из наших бойцов, Уга. Теперь его ждёт встреча с дантистом. Лучшей дознавательницей режима. Если дантист хоть что-то у него выведает, нам конец. Уга хороший парень, но под пытками расколется за пару часов. Помешай допросу, чего бы это ни стоило. Я отправила к отелю разведчицу. Она поможет тебе, как доберёшься. А один из людей Гильберта провезёт тебя мимо охранников, если спрячешься в его грузовике. Но пошустрее. Грузовик скоро выезжает из центра доставки. Грузовик скоро выезжает. Мы уже знаем, что повс... Грузовик скоро выезжает. Грузовик скоро выезжает. Грузовик скоро выезжает. Елена, донсист больше нет. Ла Мураль пока в безопасности. Охрененные новости, Дани. А, и я готовлю тебе подарок. Что? Отель. Я его захвачу. Больше тут не будут пытать повстанцев. Ты точно не изла мораль, Дани? Это так, к слову. А вы же поспать? Я не знаю. Яблочки! Подойди. Что, по вашему мнению, иранцам следует знать о конфликте? Хм, конфликте? Все как обычно. Не верьте слухам, нет никакой войны. По крайней мере, восточной Яре. Верно, адмирал? Это не война. Так. Мы накажем преступников из Либертад. Да. Их мало, нас много. Уроды из Либертад! Чика дело говорит! Слышали? А что насчет и беспощадной банды, известной как Ла Мораль? Те, кто угрожает нашей армии и деловым интересам Яры, не яранцы. Моя стратегия такова. Я ей в этом помогал. А я раньше управлял охранной фирмой. Опыт есть. На Востоке порядок. Да. Но прокупес пор надо. Снято. Мне пора. Сеньор Президенте. Адмирал? Я так рад слышать ваш голос. Объясните. Как так вышло, что на этой войне мы несем наибольшие потери из-за группы школьников из Алясты? Адмирал? Им, эээ, им помогают. И Либертад, и Легенды. Я всегда с интересом следил за вашими успехами. Сам выбрал вас в Академии. Но вы должны знать, там были более опытные, квалифицированные и умные офицеры. Вас выделяло только одно. Сей, сеньор Президенте. Вы были женщиной в форме. Сейчас у вас есть шанс стать самой высокопоставленной женщиной, которую обезглавили. Грася, сеньор Президенте. Выше! Поднимайте выше! Выше! Молодые повстанцы мне по душе, они, ну, как я, только помельче. Но даже целого подвала такого молодняка недостаточно, чтобы победить. Время пришло, Бабе Тигра. Нам нужен Карлита. Пятый легендарный участник революции 67-го и самый крепкий гад из всех, что я знал. Да Сальдадос от одного его вида обделаются. Знаешь выражение «убить двух зайцев»? Карлита однажды сбил два самолета одним выстрелом. Он — сокровище нации. Но однажды Карлита ушел в отставку и отправился в музей. Власти посадили его в клетку, чтобы над ним насмехались истинные яранцы. Его место — на поле битвы. Встретимся в музее. Вместе мы вызволим Карлита из заточения. По Костелью больше боеприпасов, но с Карлита нам хватит одного выстрела. Если соберешься в музей, не верь тому, что там прочитаешь. Они тупо переписали историю. Эй, тигры, я у музея. А я в каком-то смысле внутри. Захочешь увидеть наши юные рожи, спрячь пушку и заходи поглазить на фотки. Ола. Ола. Я не кусаюсь. Ох, Карлита. Ты был самым безумным в нашей шайке. Подойди. Это был славный день. Кошка не дикая, но... Боритесь с нами. Эль, тигры, ты чего? Не боишься, что тебя кто-нибудь узнает? Ну, я прихватил маркеры для автографов. И себе, и тебе. Да я не про это. Этот музей был посвящен легендам. Но Костелью переписал историю и выставил нас злодеями. Даже придумал, как выставить в дурном свете Карлиту. Интересно, что история скажет о нас? Что в этот день в музей вошли две легенды, а на улицу они вышли уже втроем. Здорово. Привет. Нас называют трусливыми псами, террористами, убийцами. Теми, от кого мы освобождали Яру. Если Карлита настолько хорош, как ты думаешь, мы убьем Костелью и расскажем людям правду. О, Карлита нас не подведет. А те, кому интересна настоящая история Яры, могут прочитать дневники павших повстанцев. Эй, тигра! Так Карлита — это танк, что ли? Урсупуэста! А ты кого ждал? Да, это Карлита! Я стреляю, ты ведешь! Валим отсюда! Я стреляю, ты ведешь! Валим отсюда! Карлита сломан, и вряд ли мне удастся его унести. Я встал! Встал! Ты его починишь! Ну всё, граната! Граната! Встал! 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 Немагу сразу сказать, что Карлита — это танк! Ихо! И вообще о чем? Это ж Карлита! Кто ж не знает Карлита! А ведь, грань, тут есть пещера была наша во время революции! Возьмёшь левее и до моста. Нас ничто не остановит. Полетли, Гре. Я так не веселился со дня лоба. Да, давно хочу тебе кое-что сказать. Давай позже. Мне и так совсем не скучно. Речь о лобу. Помнишь, я говорил, что он... Слушай, я обожаю истории о тебе лоба-легендах. Но сейчас немного занят. Да, верно. Карлита должен отомстить. Вамос! Слушай, аль-Тигры, Карлита довольно стар, и ему досталось. Уверен, что он справится? Карлита рождён, чтобы убивать беда-тигры. Ему всё ни по чём. Напей дальше, пещера близко. Она будет справа. Теперь моей любимой легендой будет Карлита. Притворюсь, я уже не слышал этого. Ааа, он крут. Давай сюда! Рапидо! Вот и пещера, Дэнни. Поворачивай! Хорошо. Ха-ха-ха! Карлита! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лоранцо, ты здесь! Чего это он здесь делает? Я хотел, чтобы он взглянул на Карлита. Микон-пай! Сколько лет ты не спускался с этой горы? Да много. У нас с Карлита много воспоминаний. Пора обзавестись новыми. Помоги нам, Армана. Война позади, когда все свободны. Си! Давай к нам! Тебе понравится. Мне норм. Давай! Война позади, когда все свободны. Каких пор ты цитируешь, Лобо? Я просто перестал думать о своих проблемах, и когда смог узреть истину. Ха-ха! Лобо умел заставлять других забыть о чуши. Жаль, что его нет с нами. Лобо был бы рад увидеть нас и Карлита. Разве что тебя, Скарлита, и только. Да ну, что ты такое говоришь, антиигры? Молодец, Дани. Адмирал Бенитес в бешенстве. Ее солдаты дежурят в две смены по всему Алясто. Звучит так, будто мы загнали ее в угол. Да, Баба Тигрен. Нас ждет серьезный бой. Хорошо, что все нашли общий язык. Благодаря тебе. Сантосу всегда удавалось объединить людей в 67-м. У тебя тот же дар. Значит, я как Сантос? Нет. Это я. Ты кулак. Слушай, если перед заданием я представляю, что оно уже выполнено, то у меня все получается. Угу. Я представил, что мы уничтожили флот. Погнали? Молодежь. Вечно вы торопитесь. Насладись моментом. Через пару часов все изменится. В атаку! Во бстанции! В атаку! Служи! Служи! Тупай! Дейтесь до конца! Бегаем жопами! Служи! Кварит, азмурал прините! Нас атаковали предатели 67-го и террориста современности. Пора показать им всю силу солдат Яры. Я сейчас слегка занят. Я хотел сказать спасибо за то, что ты открыл мою базу на Кастильо, Бенитес и Маккея. А раньше об этом поговорить никак? Я не могу сказать, что я в речи. Но, когда по броне стучат пули, от меня часто снисходят на зарядье. Ну круто. Пока, Лоренцо. Пусть они увидят силу истинных геранцев. Пусть весь пляж будет залит кровью повстанцев. Тот, кто принесет мне голову Эль Тигре, получит медаль. Доложить ситуацию! Аора! Дани! Ты там как? Все в норме. Похоже, здесь не прорваться. Я разыщу Бенитес. Давай! Мы поищем другой путь и постараемся поскорее тебя догнать. Повстанец проник внутрь! Найти и убить! Живо! Побед! Убейте повстанца! Следуйте процедурам! Как раз вовремя. Эй, Дани! Крутяк, да? Бенитес, считай, у нас в руках. Ты готов? Ты готов? Мое второе имя. А разве не я готов? Ты слишком много общалась с Эль Тигре. Выходим на битву! Я хочу, чтобы через пять минут все повстанцы были мертвы! Синько минутас! Адьос, Бенитес! Охо-порохо! Вивало мораль! Жапу, Бенитес! Мы бы не справились, Дани. Не слишком умно. Отвяжите ее. Зачем? Она заслужила. Вы убили солдата. Молодцы. Проблема в том, что придут другие солдаты. Верно. Ничего не меняется. Злишься, потому что революции конец, а тебе на память осталась только эта гора. Что ж, развлекайтесь. А вот и бухло Бенитес! Салют! Хватит фоток! Победа, Дани! Разве я не Бэба Тигра? Да. Да, Дани Рохос будет больше, чем Аль Тигра. Потому что твоя-то война закончится. Виво, Ла Мораль! Виво, Ла Мораль! В тюрьмах Третьего Мира есть то, от чего у меня встает. Видишь, у мистера Макея все под контролем. Старый добрый швон. Обожаю. Виноваты? Да наплевать! Адмирал была слаба. Она просто не сумела справиться с террористами. Я предлагаю вам развивать свою деятельность. Согласен. Ты из легенд? Открывай дверь. Простите, но Эль Пресидент... Открывай! Бился вместе с Сантосом и Спиносой? В 67-м году. Я помню, как въехал в Капитолий на танки во время битвы за Эсперанцо. Помню, как мы схватили твоего деда. Помню, как он умирал. Ты ненавидел его? Все Кастильо только и делали, что насиловали земли Яры. Ты такой же, Сингао. Ошибаешься. Нет! Ослабь мои цепи, чтобы я обхватил твою тонкую шею и спас Яру от еще одного Кастильо! Или наложи на себя руки. Ради нашей страны. Тебе нужен врач, Мико. Кровь не моя. Кровь не моя. Ола! Игры закончились, Данни. Вижу. Вы меня тут бросили? Это ты прогнал нас с нашего острова. О, я такого не помню. Хрен с ним. Есть реально паршивые новости. Нашу базу вчера обнаружили. Ах, рыбинга. Насколько все плохо? Ну, хамелеонов Гильберта предупредили. Они почистили, что смогли до того, как налетели с Альдадос. Но тебе туда не надо. И куда вы теперь? Благодаря тебе в Гранд Отель Кабальера. Будем тебя ждать. Макей и Кастильо уже усиливают оборону заводов в Лахуэ, где делают яд. Понял. Важное сообщение. Макей Индестрис вложила сто миллионов в проект Эль Президенто. Прижмем Макея? Он спонсирует Кастильо. Нет, убьем Кастильо. На Макея нам плевать. Да, чем может быть важен какой-то Янки в костюме? Деньгами. Без них не будет ни танков, ни пуль, ни солдат. Верно. Елена, Хонрон, Лоренцо, мы и вся Ламораль займемся Кастильо. Да не избавься от Макея. Странный у тебя план. Эсо, устал молоть языком. В обстанции, к бою! Погнали! Ха-ха-ха! Нужно укрыть ее! Твой отель откройте, Ихус Депута. Этот наш. Мак, мадам! Лови! Прикрой меня! Это все, что ты можешь, Кастильо? Давай в твою! Елена, в чем дело? Это Гильберта. Они хотели не захватить Форд, а загнать нас внутрь! Тигра! Надо валить! Эй, бежим! Я буду за помощь! Прошу! Везде это ядовитое дерьмо! Ни хрена не видно! Так выбирайся оттуда! Встань ее! Ханрон! Ханрон! Инга! Слава Раль! Если вы меня слышите, встречаемся на пике Патриотов! Повторяю, сбор на пике Патриотов! Гелена! Какие у нас потери? И где Ханрон? Просто доберись до пика Патриотов! Не время для Яши говорила. Хочу попрощаться со старым другом. В 67-м мы не оплакивали мертвых. Смерть была честью. Мы были глупы. Кастильо и Маккей перешли черту. Смерть может забрать любого из нас. И старую легенду. И молодую. И лидера Элеста. И руку революции. Мы должны остановить Кастильо и Янки. Мы. Мое везение вам пригодится. Дани может туда прокрасть-то или перебить всех. Даже не заикайся о Либертате, о том, что Клара, мать ее Гарсия, могла бы нам помочь. Вряд ли ты собирался, но мало ли. Мира. Ханрон и Эль Тигры мертвы. Плакать будем после войны. Намечаем цели. Продолжаем борьбу. Наш приоритет сраной Янки Маккея и его предприятие. Но чтобы спланировать нападение, мне нужно больше узнать о его бизнесе. Тебе нужно уничтожить глушилки. Они блочат беспроводную передачу данных в Лахое. Разберешься с парой-тройкой, и я смогу подключиться к пакету, который тебе дам. Вставь эту штуку в любой комп в здании Маккея, и я получу доступ к его сети. Мы найдем уязвимость этого сраного Янки и поставим его на колени. Я скинула фотки глушилок на твой телефон. Надо аккуратно. Я вырубил глушилку. Мы бьем. Теперь займись остальными, иначе загрузка будет тормозить. Спорим, в здании Маккея полно сальдадос. Си. Так что уничтожь побольше глушилок, и любой может затянуться. Елена. Я у здания Маккея. Я подключился к компу. Загрузка пошла. Я тут просматриваю кое-какие файлы. И что там? Скажем так, никто не учил Маккея чистить историю браузера. Погоди. Дани, я нашла расписание. Похоже, в Маккея назначена встреча в офисе. Скрестим пальцы. В конференц-зале есть еще один комп. Я могу его разблокировать. Иди туда и подключи меня к нему. Сможешь не впускать сальдадос, пока я там? Будет сделано, Дани. Вперед! Мужа, мужа. Здравствуй. Как твои дела, рюкзак? А ты как думаешь, сраный Янки? О, сраный канадец вообще-то. В отличие от американцев, мы извиняемся, он зай нож. Че, пришел? Отомстить. Ты убил моих друзей. Ясно. А мозги у них вытекли через уши или через нос? Нет, нет, погоди, не спойлери. Запись посмотрю, как уложу засранца. Мое почтение за Бенитоса, кстати говоря, удружили. Я как раз беседовал с Кастилью, когда увидел, как вы, животные, вешаете ее. Прямо в телефоне. Это было... Жестко. Ты следующий. Взглянем правде в глаза. Ваша страна отстает от всех лет на семь. Не мешали бы вы, людишки, нам с Кастилью, уже были бы страной первого мира. Вот так. Людишки? Ха, чувствуется любовь. Господи, пойми, я видел... Кучу повстанцев и говностран типа Яры. Ничего личного пришел твой черед, так что... Крепись, потому что к тебе направляются очень крутые ребята. Супер. Что это? То, что поможет мне стереть тебя в мелкий порошок. Нас что, взломали? Увидимся, Маккей. Ах, ты тварь! Дани, сведения у меня. Вали оттуда. Ага, я пошел. О, прекрасно. Посмотрю, как ты сдохнешь. Знаешь, скорее всего, ты старался зря. Ты не представляешь, сколько всего я храню в облаках и наличных серверах. И я знаю, как эти серверы обнулить. И их, и все, что угодно. Мерда! Защищенные в мире. Знаешь, чем вообще хороши облака? Их нельзя уничтожить! Пильца выеденного не стоишь! Бестолыч! Слушай, на рюкзак, у меня тут еще один звонок. Умри поэффектнее, ладно? Чертов выходы будто. Ладно, сведения о производстве с Маккеем и Кассием у меня. И что дальше? Судя по фалам, завод и труппопроводы очень важны для Маккея. Он тратит большую часть своих ресурсов на их защиту. Так похерим их! С чего начнем? Решать тебе. Встреться со мной на складе пиломатериалов Валера или с фартовой на заводе картузов. Елена, мне вывести из строя остальные глушилки? Да. Чем больше глушилок ты отключишь, тем больше будет скорость загрузки. И ты сможешь транслировать больше ТВ-шоу? Нет. Мне будет проще помогать тебе во время любых операций, где требуется хакер. Ясно. Ну и насчет ТВ-шоу ты прав. Я знал. Посмотрим, что можно сделать с оставшимися глушилками. Тут все пропиталось ядом и пришло в упадок. Когда я была маленькой, воздух тут пах океаном. Но потом появились иностранные корпорации и все отравили. В 67-м мы их прогнали. И много лет воздух был чистым. Потом и Спиноса начал распродавать наши заводы. Позже к власти пришел Антон и впустил сюда этого Янки, Маккея. На его заводах делают яд, который нужен для производства вивиро. Местный трубопровод – важная часть схемы лечения рака. Лоренцо показал мне твои снимки их исследований. Отвратительно. Мы с Еленой придумали, как саботировать производство чудо-лекарства Кастильо. Представь, что главный химзавод Маккея – это сердце, а трубы – артерии. Если артерии перерезать, сердцу придется очень тяжко. Иди вдоль труб, Дани. Уничтожь подстанции, чтобы на заводе произошел скачок давления. Тогда Елена сможет подключиться к компьютерам Янки. И мы навсегда покончим с производством яда. Там инженер! Дани, найди панели управления. И сможешь создать избыточное давление в цистернах. А может их просто взорвать? Для повстанца важна аккуратность. Любая ошибка может стоить кому-то же... Ой! ...у нас есть. Весь КиИР будет покупать наш видеорол. За большие деньги. Мой первый проект – это СССР. Компетку. Мы делаем... Так, одной подстанции меньше. Знаешь, я когда-то прикрывала Эль Тигра в бою. Что ж, у меня есть повод гордиться. Дани, Эль Тигра рассказывал тебе о Лобу? Немного. Сказал, что тот погиб в бою. А что? Ты напоминаешь мне его. Клара погрязла в политике, а ты настоящий повстанец. Волк-одиночка. Я не люблю переживать за других. Это отвлекает. Но после особенно удачной охоты, волк-одиночка не любит делиться добычей. Осторожней, Дани. Почему ты говоришь об этом мне? Алло? Алло? А, пинга. Блин. Я поясу. Дома мерда! Дома мерда! Дани, я хочу извиниться за то, как вела себя при первой встрече. Я была не права. Извиняться ни к чему. На своем месте я повидала немало крови. И немало повстанцев, полюбивших ее вкус. Поначалу казалось, что бега идут за тобой по пятам. Но Эль Тигра, он сразу понимает, когда перед ним настоящий повстанец. И он сказал, что только у тебя есть шанс спасти Яру. Я решила, тебе стоит знать. Портовая, ты можешь помочь Либертат. Поделиться опытом с Кларой. Либертат. Ла Мурай. Просто назад. Я сражаюсь за Яру. Больше ни за кого. Еще чуть-чуть, Дани. Принято. Да. Дани. Я никому об этом не рассказывала. Ты? Убийца Лобо Эль Тигра. Ах, де пинго. В 67-м они вместе возглавили штурм Эсперанцы. Но Лобо жаждал власти над Ярой. И хотел избавиться от Сантоса. Он уничтожил бы все, за что мы боролись. Вместо мира началась бы гражданская война. Лобо был предателен, Дани. Он не оставил Эль Тигра выбора. Но этот секрет Яра узнать не должна. Зачем ты рассказала это мне? Ты напоминаешь мне Лобо. Да, сейчас тебя считают героем. И ты уверен, что никогда не предашь Яру. Но власть... Власть изменит тебя. Фартовая. Я не хочу править Ярой. Просто знай. Если придется, я спущу курок. Так же, как это сделал Эль Тигры. Он был настоящей легендой 67-го. И так и не смог простить себя за это. Я знал, что меня спасли. Я не такой. Я мультимиллионарио, который добился всего часа. Экс-эффициент вытолкнули, что я наладил дела. И свой пара нужно использовать то, что у нас есть. Верите, что вы можете в мире. Верите, что вы можете в мире. За большие деньги. Мой человек на посту. Сюда! Дани, с подстанциями вышло прям зашибись. Я взломала их систему. А теперь давление в резервуаре поднялось. Кстати, спасибо. И я могу вот что. Что, Елена? Хрена себе. Ты это слышала? Это вся я расслышала. Переходим ко второму этапу. Доберись до завода. Просто иди на дым. Я на заводе. Тут все бегают, как в жопу укусанные. Благодаря тебе. Инженеры пытаются починить резервуары. Найди пункт управления Дани. Елена ждет, пока ее подключат к компьютерам. Как только у нас будет доступ... Их удар хватит. Ясно. Не нравится мне это место. Подстанции в опасности! Повторяю, подстанции в опасности! Здесь надо... Черт, вижу тебя! Адьос! Нельзя достать способную перегрузку! Еще один взрыв, он и нам крышка! Елена, это Дания. Все уже подключено. Теперь твой выход. Мы Биэн. Дания. Дания. Елена, а ты не можешь как-то ускориться? Хакерство — это искусство. Не торопи меня. Я внутри. Смотри, в резервуарах есть датчики переполнения. Отключишь... И все рванет. Да, но между отключением и взрывом будет задержка. Никого не подпускаешь, чтобы не включили все обратно. Внимание! Критический пункт. Шаг. Шаг. Даня, уже почти все. Осталось три резервуара. Рад слышать. Это все нормально. Здесь менеджер, мать вашу. Свяжитесь со мной срочно. Я хочу знать, что происходит. Вижу тебя, Кистану. Внимание. Внимание, критическое. Господи, показания, которые я получаю, зашкаливаю. Чего вы молчите? Вы уволены, если не скажете со мной сейчас. Что за? Я уверен, в твоих. Теперь крышка, крышка. Слышишь меня, рюкзак? Так, Даня, уже почти все. Ты уничтожил трубопровод, но самое главное, вывести из строя токсифлореактантный ультрафильтрационный датчик-осмометр. Токси что? Кепинга, асессо. Он на складе. Я там все разблокировала. Фартовая, наверное, уже на месте. Ясно, выдвигаюсь. Славно, что ты к нам заглянул. Ну что, покончим с этим говном? Я только за. Я ищу тебя. Вон, я ищу тебя. Согласен. Я ищу тебя. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Дани, ты справился. Я горжусь тобой. Эль Тигры гордился бы. Мы уничтожили единственное место на острове, где производят яд для табачных плантаций на западе. Значит, когда закончится яд? Конец чудо-лекарств. Судя по файлам Макея, на одном из старых заводов инженеры упарываются, работая над проектом PG-240X. PG-240 – отрава, которой на западе опрыскивают табак, из которого потом делают вивира. Думаю, PG-240X – то, чем нас хотели убить в отеле. Так что мы, пожалуй, уничтожим этот завод, чтобы хорошенько подгадить Макею. Я отправила туда фартовую с небольшой командой. Они ждут тебя. Как будешь внутри, свяжись со мной и расскажи, что найдёшь. Мы сообразим, как остановить производство. Как там мои люди? Похоже, взяли территорию под контроль. Не забывай говорить мне обо всём, что видишь. Если я не ошиблась, этот объект важен для производства яда. Я слышал новости. Сегодня чёрный день где-либо. Думаю, это и врачах не хватит. Думаю, это и врачах. Лерка, граната! Ладно! Айюдате! Всё в норме. Спасибо. Елена, что это за херня? Елена! Я слышу, Даня. Ты была права. Похоже, здесь люди Макеев имеют химическое оружие. Бомбы! Бинго! Нужно разнести всё это к чертям. Подключи меня к любому компу. Устрою перегрузку. Сделаю. Сделаю. Дерьмо! Подключайся. Минуту. Ещё уязвимости. Винго. Эту дыру закрыли хрен знает когда. Всё это надо было запустить обновление Windows. И от этого вам не понадобится эксплойт на любого дня. Я пойду? Нет, Даня, к тебе приближаются с Альдадос. Проследи, чтобы они не угробили соединение. Эй, рюкзак! Ты правда хочешь пожертвовать собой, чтобы вынести одно моё предприятие? Я его отстрою. Кстати говоря, ты нанесёшь огромный ущерб природе. Я думаю, вы миши и молодёжь о ней заботятся. Вы все умрёте. Зачем вы вообще вызвались на это? Никому из вас не удастся выжить. Приведи систему на ручное управление. Ищи зелёный индикатор. И можно идти? Да! Не сдавайся! Уходи! Застрял в операторской. Рибинга, в помещение поступает ядовитый газ! Сука! Спасу тебя, потеряем 20, а то и 30 наших! Не могу! Чёрт! Найди выход, Дани! Найди выход! Дани! Ты там? Я... Я здесь. Назад! У тебя сейчас не бойся, сынок! Дани! Земля, ты там не бойся, сынок! Как же? Иди сюда! Иди сюда! Я здесь! Я здесь! Ты сдохнешь. Было просто потрясающе смотреть. Я не шучу. А теперь, если ты не против, я наберу своего дружка Антона и вызову еще солдатов. А то вы начинаете меня бесить, повстанцы. Да, мать твою! Выбрался. Дани, послушай. Я понятия не имела, что завод взорвется. Я не могла рисковать жизнями десятков повстанцев. Я тебя не виню. Иногда приходится жертвовать одним человеком ради многих. Я уверен, что Клара поступила бы так же. Может, это тебя успокоит. У вас больше общего, чем ты думаешь. Тогда сменим тему. Ты ведь понимаешь, что мы только что лишили Кастилю возможности производить химическое оружие. Это мощный удар по его режиму. Значит, бомб вроде той, что они сбросили на отель, больше не будет. Только те, что успели произвести раньше. Всегда есть новые цели. Если ты не против, сначала я немного отдушусь. Я забираю так вот. Ой, а какого черта? Дани, ты не поверишь, но прежде чем мы нанесли удар по Макею в порту, Клара мне кое-что предложила. И, пожалуй, она права. Неожиданно. У нас есть возможность провернуть более глобальную операцию. Если уничтожить резервуары Кастилю в Эле-Эсте, его отряды по всей Яре лишатся топлива. Идея мне нравится. Твоя цель – большие красные цистерны по всей Лахоя. Наши люди тебе помогут. Фотки я им отправила. Грациас, кумандре. Рохас! Мы атакуем заправочную станцию! Спасибо за сведения. Последний раз попытаюсь убедить тебя поддержать план Кастилья. Слушай, жить в этой стране сейчас трудно. Все недовольны. Повсюду смерть. Люди страдают. Все бедные, как церковные крысы. Все решают вопросы жизни и смерти. А если я скажу, что жизнь может стать лучше? Ты считаешь мне речь Кастилью? Я дам синие к кустам, которые работают предпринимателем в очковную жизнь. Они уехали в другую страну и начали все сначала. Потом передали свое состояние моим родителям. А те, в свою очередь, приумножили его и передали мне. Ты хочешь, чтобы я уехал? Да. Я подешил и уехал, что проблема будет. Можешь остаться в яре, но Кастилью хочет перемен. Правда, я каждый день с ним говорю. Он, как и ты, нетерпелив. Иногда лучше плыть по течению, чем против него. То есть, я должен смириться с арестами? С лагерями изгоев? С казнями? История каждой страны в мире ничего не делит. Только сейчас все это можно заснять и показать в стриме, чтобы поставить на уши весь мир. Взять даже мою страну, Канаду. Можешь почитать, как там обошлись с крупным населением. А фрекинг? Но ведь никто не идеален. Болтай сколько хочешь. Ты просто сраный захватчик. Мы заставим Янке заплатить за все, что он с нами сделал. Заодно и с вами заканчивай статус власти костюля. Дани, все забудь про цистерны и бегу в порт. Ясно. Мне только что перебили. Макей прячется на складе. В своем кабинете. Это ты, хадепута мой. Дани, я не знаю, как там принято в Либертад, но лава Раль пленных не берет. Особенно гандонов в розе Макея. Помни об этом. Ладно. Как дележки, рюкзак? Слушай, я опаздываю, Таня. Минерда. Елена, Макея тут нет. Нам устроили ловушку. Макея, я знаю, как мыслит иностранные захватчики. Когда они проигрывают у них, у них появится всего одна мысль. Макей сейчас на одном из кораблей. Да, фортула трон. Кто же, подожди. Кто же, подожди! Телена, если Янки был на этом корабле, я мог рыскать. Не был. Макей был на другом корабле. Не был. Макей был на другом корабле. Подальше. Ты уверена? Инфа от людей Гильберта. Кто-то из них на корабле и видит Макея. Я сейчас. Гильберта с тобой свяжется. Голова, пуля. Хорошей новости. Мой маленький хамелеон повредил двигатель корабля. Говорит, там в борту пробурный, из которой валит дым, не пропустишь. Ха-ха. Эи твои хамелеоны просто чудо. Знаю. Только не поговорим. А то придется поднять зарплату. Ха. Ладно, мне надо пробиться внутрь. Удачи, лакуни. Если не видишь пробурину, ориентируйся на дым. Ясно. Далее. Я внутри. Найдешь Макея? Пусть помучает. Зачем вы еще воюете, солдаты? Ламораль, Либертад. Да плевать на их название. Черт, вы повстанцы явно победили. Тут химоружие. На другом корабле, наверное, было еще. Помоги. Не вижу. Поищу наверху. Вану! Нет! Что ж, Хуан, рюкзак здесь. Дани, обстоятельства изменились. Вот только давай не будем, Хуан. Си-си. Он правда тот еще кусок дерьма. Ну? Но он предлагает сделку. Макей даст нам херову кучу бабла, если отпустим его. Реальный денеро, Дани. Клара не одобрит. Я с ней поговорю. Ты же знаешь, настоящая война начнется, когда умрет Кастильо. И ее не выиграть без денег, поверь. До сих пор нам нужны были только пули. Отпусти его и отправляйся в порт. Я уже на пути туда. Пора праздновать победу. Отпусти его и отправляйся в порт, Дани. Елена! Эх, видела бы Ханрон, как подох этот урод. К черту деньги Макея. Приветствуем, Дани! Скажи что-нибудь. Довольно с меня речи. Что ж, я полагаю, в таком случае мне стоят. Твое время вышло, Лоренцо. Фартовая? Сегодня я впервые почувствовала себя счастливой. В глазах вашего поколения я вижу тот же яркий огонь, ту же страсть и надежду, что видела у своего. Вместе мы сможем создать что-то новое. Это ваш век. Пусть в Яре больше не будет войн. Ла Мораль. Легенда шестьдесят седьмого. Бьенвенида Салеста, Клара. В либертат вам рады. Грациес. Но нет. Ла Мораль сама по себе. Неужели? Мы поможем убить Кастильо. И будем приглядывать за либертат. Хотите, чтобы я доверила судьбу Яре этому Абуэлла? Нет. Мы ни за кем не следуем. Она мне нравится. И мне тоже. Увидимся в Асперансе. Далее. Я знаю, что многим революцион шестьдесят седьмого кажется чем-то славным. Они чтят убийц того времени. Но те хотят уничтожить вас так же, как моего отца. Когда я смотрю на вас, я вижу львов. Либертат, Ла Мораль. Убийцы шестьдесят седьмого, они лгут вам. Они. Все они на самом деле террористы. Я хочу одного. Возродить рай. Но из-за террористов за это придется заплатить высокую цену. Заплатить кровью. Эта революция для Яры будет последней. Пусть львы одержат победу. Черт, это колеса виноваты? Нет, вряд ли. Хуан. Это кто? Это Дани, Хуан. Кто? Дани. Дани, чего тебе надо? Ты сам позвонил. Исключено, я не в том состоянии. Но хорошо, что ты меня набрал. Нужно срочно встретиться на острове Либертат. Э? Зачем? Хуан! Ай, черт. Ты вовремя. Тут кое-кому нужен Вивиро. Ты доставляешь, я собираю бабло. Для кого это? Не пробовал? Я как-то взял одну и подсел. Теперь моча красная. Будешь? Нет. Кто нам платит за Вивиро? Пока не грохнули Кастильо, попросим другие вкусы. Это Янки. Хуже. ЦРУ. Что? Либертат спуталась со сраным ЦРУ? А что скажет Клара? Ну, если узнает, надеюсь, скажет спасибо, Хуан. Теперь у нас есть пушки, чтобы убивать фашистов Кастильо. Ну, типа того. Свобода стоит денег. Клара не спрашивай. И я молчу. Это закрытый клуб. Только ты, я, ну и конфетки Антона, конечно. Кларе нужно беречь репутацию. Ты ее защищаешь? Сомневаюсь, что о Кларе забочусь только я. Помни, после Ларри Валюсьон у нее не будет времени на таких, как ты. Так, на всякий. Вот это я понимаю. О, я, Донни. А я тебе рассказывал, как в конце 80-х устроил переговоры между Янки и картелем Синалоа. Если отвечу да, ты ведь все равно не заткнешься. В общем, наркоторговцы хотели отмыть бабки через американскую недвижимость. Дело на 50 лямов. Офигеть, Хуан. Я далеко. Мне пару килопродукта. Потом перепропал, но все деньги спустил в Монте-Карло. А мне-то это зачем-то? Ага, да скучно мне тут. Сувар-то. Первая посылка доставлена. Ладно, слушай, я рассказывал, как устроил Горбачеву переговоры с... Дай угадаю. Ты все сделал, получил долю, а потом спустил на какое-нибудь идиотское пари. Ну, так-то да. Я тебя уже знаю лучше, чем тебя. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот мы ждем. Девушки отдыхают. приходили повстанцы с обвинениями мало-помалу он платил за преступление но мы все так же общались по ночам пока ему не вырвали язык за ложь я хватит что-то так печешься о нем пропустим пару этапов его либертат в тот раз в отеле параиса да не был там ты сказал что спрятался в туннеле да не мог убить меня отдать меня либертат у нас нет времени на ложь я не сбегаю я слушал учился сделал все как ты сказал я буду эль президенте но отпусти дани я не чудовище диего мы дадим ему шанс надо валить отсюда к херам все просто долбаный психопат а а это и ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нужно поговорить о Кастильо, о Либертаде, да и вообще обо всем. Ну, давай, Клара. Нет, не так. Приходи в школу потерянных в Эсперансе. Думаю, ты знаешь, где это. Можно сказать и так. Уже иду. Дани, приходи один. Без Хуана. Это его не касается. Хуан, нас подставили. Кастильо меня ждал. Он и его чертов генерал пытались меня убить. Хесу Кристо. Рад, что ты жив. Но это важно. Ты раскололся? Я молчал, как рыба. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Мою жизнь спас пацана. Диего. Что? Он убил генерала. Да ладно. Финго. Отлично. Класс. У нас тут начинаются четырехмерные шахматы в космосе. В жопу твои шахматы. Мне все маляры повыдирали. То же самое было со мной в Конго. Только я сделал это сам. Жури сами, как кролик. Хуан, Кларе ничего не говори. Нас спалили. Больше ничего ей знать не нужно. У нее и так дел по горло. А тут еще и тебя чуть не грохнули. Спасибо. Что ты делаешь? Это папин. Я одолжила. И это сада. С меня хватит. Хватит тайных встреч. Хватит протестов. Хватит пропавших друзей. Он слишком силен. Просто ворвешься в Капитолий и приставишь отцовский пистолет к виску к Кастилью? Нет. Я соберу армию. А затем я отправлю Кастилью на тот свет. Ты со мной? Думаешь, не справлюсь? Я видела это, Талия. Я мечтала об этом. Мама говорила. Оставь мечты богатым белым яранцам. Мы не мечтаем. Мы выживаем. Клара, убив Кастилью, ты не освободишь Яру. Она должна сама захотеть свободы. Для каждого. Клара. Клара. Может, объяснишь, зачем ты притащила меня в мой приют? Антон проигрывает. Скоро мы пойдем на Капитолий. И он хочет поговорить. Ты шутишь, да? Нужно твое мнение. Ведь вы с ним встречались. Кастилья всегда на два шага впереди. Он не остановится, пока не получит пулю в лоб. А потом? Убьем его сына? У тебя ведь был... Такой шанс. У Хуана была надежная инфа, что в том отеле Кастильо оказалось не тот. Ты пощадил Диего, и Кастильо позволил тебе избежать казни. Дело в том, что ты был прав. Чтобы у Яры было будущее, его людям и нашим нужно жить в мире. Наша цель — это не убийство Кастильо, а свобода в Яре. Для каждого. Ты уже приняла решение, так ведь? Яре нужен лидер, Клара, а не мученица. Вива либертат, Дани. Я не могу, пап. Дани, я не скажу. Это статуя, которая стоит у Эсперанци. Живо! Да что происходит, Хуан? В общем, Клара. Соня, просто приходи. Долбанный день, Дэн наступил, Дани. Ах, чёрт. Хуан, какого хрена мы тут делаем? Прятаться, лучше на виду. Что? Говорил я не ходить. Говорил ведь. Кому? Кларе? Хуан, что происходит? Она у него, Дани. Она у него в плену. Клара. Кастильо хотел поговорить. Наедине. Сказал, что либертат победила. Что он хочет красиво уйти. Просто нассал ей в уши. Сы, Кастильо разгромили наш конвой, едва мы причалили. Срань. Что теперь? Мы вторгнемся на частный остров, Эль Пресиденто. Спасите, выпустите меня, я всё сделаю. Чеченцы называют это слон. Перекроешь кислород, жертва мать сдаст. И расскажешь что-нибудь упорутое. Какой твой размер? Супрема или без? Войдём тихо. Каждый солдат на острове отобран Кастильо. Так что держи дистанцию. Это элитные убийцы. Понимаешь? Я готов. Я найду укрытие. Ты иди в дом. Думаю, они сейчас за столом. Куан, я у дома Антона. Чудно, я на позиции. Тебе нужно перебраться через стену так, чтобы тебя не заметили. Ты как пантера, Дани. Ты неуловим. Полезные советы есть? Ворота наверняка заперты. Найди ключ, Дани. Представь, что ты пантера, обученная вынюхивать ключи. Это-то ключ мне и нужен. Подмоги не ждите. Вот так. Хуан, я внутри. Понял, Дани. Надо ускориться. Кто знает, что Кастильо творит с Кларой. Спокойно. Не забывай, что тут повсюду рыщут элитные убийцы. И униформа тебе не поможет. А если тебя обнаружат, Кларе конец. Черт. Верно. Спокойно, Дани. Я с тобой. Там кто-то есть. Кhourя. Крик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но этого было мало Да, Диего? Папа, я не хочу это слушать Нужна была страховка Но я терпеть не мог детей Мария же умела убеждать И вот ты со мной, Михо Тебе уже тринадцать Что было дальше, Диего? Вивира не сработал Когда? Полгода назад Не лгать за столом! Я умру Но он Доведет дело до конца Верно? Правда или ложь? Всегда правда Ты просто чудовище А, а вот это правда Дани Следи за моими движениями Я взял в плен Клару И думал, что победил Если бы Не сын Я бы никогда Не увидел очевидного Это Ты, Либертат Я повстанец Не лгать за столом! Ты легенда? А тебе все говорят? Ну же Ты их надежда И станешь Моей надеждой Ты шутишь, да? Ты не понимаешь Сказал же, уходи Все из-за тебя Я пощажу ее Если ты станешь моим генералом Ты будешь Моей Легендой Моим Дани Рохасом Почему ты так жаждешь Разделить нас? Истинные Ложные Мы все Яранцы, блин Позволь нам Самим делать выбор Ты просто Умирающий Старик Бедный мальчик Твой разум Отравлен его ядом Не вижу Антона Стреляю в мальчишку Куан С кем ты говоришь? Все, я стреляю Куан, нет! Сюда! Сюда! Давай! Прикнись! Прикнись! Я попал в него, Дани? Куан! Клара ранена! Нет, 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 нет! Дани, ну что там? мертва хуан хуан камердос хуан что случилось дании мы не договаривались стрелять парня а тебе не плевать на этого богатенького мукоса ты думаешь я кретин тебе насрать на мальчишку ты не хочешь чтобы все закончилось мы были близки к цели он такого не заслужил а я говорил что ты станешь таким подсядешь и не слезешь как я я не такой как ты пока что клара мертва но у нас есть гнездо орла отсюда начнем наступление на столицу о чем ты говоришь ты прекрасно понимаешь о чем я говорю хочешь или нет теперь ты хэффа либертат так что или уходи сейчас или веди нас к победе мы не договаривались стрелять парня куда это ты закончить дело клары клара об этом мечтала когда мы познакомились я хотел свалить из яры но она рассказала мне за что мы воюем объяснила очень доступно и воевать вместе с вами это круто правда круто у меня есть вы у вас я типа того старые или молодые да пофиг я люблю вас всех к чему я все это мы победим я обещаю чёрт ну ты прям оратор ага вау дани клара была хороша но мы примкнули к либертат не просто так мы с тобой хэффа пора вернуть свою страну дани слова либертат вива либертат мы любим тебя мы с тобой дани выглядишь ты дерьмово как твое отражение да отдохни компай будешь легендой завтра сеньор президент для вас тут слишком опасно либертат окружает столицу нужно чтобы отсюда был виден закат сэй сеньор президента яранцы должны видеть горизонт на каждом перекрестке корабли уже на готове если сейчас отплывем выездил здесь неправильный нужен период не ванален в эсперансе не место арт-деко которым отец был одержим вы все подмечаете сеньор президента прошу послушайте отправьте хоть мальчика хватит но как же так разве не видно давай займемся площади добавим модернизма как уже на рэн что ждание погнали я вспомнил как клара в похожих обстоятельствах заявила что мне место в супермаркете у янке да она просто шутила дани она прекрасно знала кто ты еще она сказала что не успеет увидеть новую я лара делала все осознанно и понимала на что именно идет должна быть она не я хуан нормально что ты по ней скучаешь только не утони в этой тоске захватим эсперансу ради клар вива либертат слава либертат матерью глянь какая красоте просто прекрасно глянь моно со звери мы здесь загостились Эй, не кради мои реплики. Данька! Вперёд! Мы победим! Даня, заряды взорваны. Я проложила вам двойку с аспирацией. Отличная сладость. Дани, мы с отрядом вошли в столицу, но бойцы к Ассилию не сдаются. Готовься. Смотри в оба, Павло. Давай завести его на их президенте. Дани, радио «Либерта» отвечает из аспиранции. Ясно, Пас. И как? Я проплевал за шесть раз. Обезвожен и напугнут до усрачки. Зато революция, вся херня. Пришло время говорить правду. Алло. Слышу тебя, Елена. Мы зачистили периметр. Ла Мораль вас прикроет. Либертан черновски благодарен. Мэш Ханрон сейчас был на высоте. Выходим на битву. Да, выходим. Дани, как-то... Готовься всему форту. Готовься всему форту. Лили, где ты сейчас? Эспада, что происходит? Тут авиация, Антона. Повсюду чертовы вертолеты. Не высовывайся. Я скоро буду. Спасибо. Гони, батарея прятает. Лови! Лови! Пауло, займи позицию повыше. Бортовая, прикрой его. Эсперанца! Говорит радио Либертан! Твои повстрадцы делают сука черти, не смотря по разной глядой мэрии. Передаю, что я скоро. Нам надо продвинуться дальше. А вы вообще знаете, с кем взялись? Мой офицерик готов! Борись, Яра! Борись! Тысячи трупов. Мой город в огне. Ты разрушил мечту Арая. Я и мой сын – это все, что отделяет тебя от власти. Я не диктатор. Ложь. Ты не Клара. Яра горит, а выборы никак не потушат пожары. Мне было столько же, когда повстанцы убили моего отца. Не думал, что тебе придется пережить то же самое. Прости, Диего. Ты мой лев. Я делал все возможное, чтобы ты стал сильнее. Ты не убьешь его. Он все равно умрет. Последний урок, Михо. В жизни лишь одна вещь всегда будет истинна. Ты знаешь какая? Смерть. Сей. Защити его. От своих друзей. От чудовища. Хорошо. Обещаю. Ложь. Диего! Нет! Все будет хорошо. Не шевелись, Чамако. Все… все хорошо, Дани. Молчи. Чувствуешь? Это запах победы, мать ее! Твою мать, Хуан! Он ранил Диего! Ты это серьезно! Забудь про пацана, Дани! Пошел ты! Он умирает! Задело сердце, Дани! Он еще дышит? Портовая, не знаю! Много крови! Не двигайся, Дани! Мы идем! Ну уже, Диего. Не умирай, Чамако. Все… хорошо. Все… хорошо, Дани. Тебе повезло. Нет. Нет. Отойди! Фортовая. Ну что? Тсс! Не хотела это говорить, но… Что нам теперь делать? Яре нужен лидер. Пока мы сидим без выборов. Лишь одному из нас я доверяю. Не говори, что себе. Яра твоя, Дани. Ло Сиэнто. Нет, не моя. Я не политик. В этом шарила Клара. Может, ты еще. Мы здесь лишь потому, что не ждали, пока кто-нибудь другой решит за нас все наши проблемы. Когда тирания – закон, революция – порядок. Ты куда это? Яра ваша. Не облажайтесь. За павших героев. За ее яру. Ну… Знаешь, Дани, выборов-то не будет. У Кастильо много друзей, которые этого не хотят. Хочешь поохотиться? Я как будто смотрю в зеркало. Если уж повстанец. То на всю жизнь. Я тебе рассказывал, как Сантос тайно отправил меня в Уганду, чтобы я украл для него сраную зебру. Да. Зебры жутко злые. Но меня это не остановило, а раз задорило. Либертад благодарит за поддержку. У меня хорошие новости. Наш запас Вивиро утроен. Так жаль этого паренька, Кастильо. То, что устроила его папочка. Просто жесть. Ух.